Прямо сейчас я уже буду представлять следующего спикера, потому что перед нами сейчас выступит, на самом деле, очень интересный человек, и как раз именно она имеет большое количество опыта, и она в своей области, в своей специальности, она очень хорошо разбирается, понимает, и я думаю, что когда она сейчас начнет выступать, вы сразу поймете, ну, просто даже... Потом, как она говорит, что она действительно очень большой специалист. Тема сегодняшнего выступления называется «Метод восточной медицины. Суджок». И вот именно спикер, который сейчас будет выступать, она хочет, чтобы этот метод, он вошел в каждый дом. Ее зовут Вера Завершинская, и она является в первую очередь врачом. Она врач восстановительной семейной медицины, она является консультантом-диагностом, она специалист в области восточной медицины. Суджок. Вот. И кроме этого, она является специалистом по гигиене питания, она является социологом и психологом. Вот. И прямо сейчас я еще раз хочу напомнить ее тема. «Метод восточной медицины. Суджок. В каждый дом. Таинство ладошек и стоп». И я уже вижу, что у нас… Давайте я сейчас вам задам в чате буквально один вопрос. Значит, и я сразу же тогда передаю слово нашему спикеру. Поставьте, пожалуйста, давайте так, по пятибалльной шкале, это все время по десятибалльной шкале говорю, по пятибалльной шкале поставьте, насколько вы сейчас готовы работать, вот вместе соединить этот вопрос, два вопроса в один. И насколько вам вообще сейчас интересно узнать метод восточной медицины Суджок от врача. Вот поставьте врача. Может, кто-то интересовался, может, уже кто-то знает об этом. Вот вообще поставьте уровень вашего интереса на ту тему, которую я сейчас озвучил. И Вера Завершенская уже прямо сейчас готова выступать. Вот я вижу, что пятерки есть. Галина пятерку поставила, Ольга пятерку, Анжелика. Анжелика, здравствуйте. Пятерку поставила. Вот так, Надежда пятерку, Геннадий пятерку, Светлана пятерку. Я вижу, что люди подошли немножко, людей стало чуть-чуть больше. Наталья Гроза пять поставила, Рима пять. Так, вам Людмила отметит сейчас техподдержка. Рима Ежова пять поставил. В общем, все ждем метод Суджок. Все ждем, что сейчас наконец-то перед нами выступит опытный врач. И я прямо сейчас передаю слово. Вас прошу написать приветственный комментарий. Потому что прямо сейчас для вас выступает Вера Завершенская. И она уже в прямом эфире. Здравствуйте, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как меня слышно. Поставьте, пожалуйста, от нуля до десяти баллов, как меня слышно. Чтобы я была уверена, что меня слышно. Здравствуйте. Поставьте, пожалуйста, от одного десяти баллов, как меня слышно. Я пока не вижу ваших значков. Видимо, немножко чат тормозит. Так, увидела десяточки. Вот, здорово. Я уже счастлива, то смотрю, чат тормозит. Так, ну ладно, здорово. Меня представили как Вера Завершенская. Знаете, впервые на конференции на самом деле фамилия по мужу. И он действительно Завершенский. А я стала называться Завершинская. Так, ну что ж, мои хорошие. Я разрешаю вам прямо буквально сейчас немножко расслабиться. Потому что я понимаю, что после предыдущего спикера как-то тема совершенно другая. Вздохнуть нужно. Встаньте, походите, налейте себе водички. Пока 2-3 минуты я буду спрашивать, представляться немножко. Ну, такое расслабление сделать. Встаньте, потрите ладошки. Хорошо, хорошо, разотрите. Мы сейчас будем таинство ладошек. И стоп изучать, да? Разотрите хорошо ладошки, обновите. Потрите шейку, хорошо. Ну, я не буду лохматить себя. Потрите себе голову немножко, шею вот так потрите. Помассируйте. Немножко вздохните. Порточку откройте, проветрите. Чтобы вы были готовы воспринимать. Потому что теория тоже есть. Я постараюсь сделать так, чтобы вам было интересно и очень полезно. Так вот я сегодня настроилась, что прям вот буду помогать тем, у кого что-то есть, чем сейчас я могу помочь. Потому что мне сказали организаторы, что на этой площадке впервые этот метод. И мне хотелось бы с вами подружиться. Ну, довольно-таки много моих подписчиков по переходам пришло на этот вебинар. И мне хочется, ну, действительно хочется, ну, такое у меня, как сказать, ну, миссия у меня такая. Вот делиться, давать людям знания, помогать. Я больше 20 лет в таком режиме консультации, коучинг. Раньше такого слова не было. Это называлась консультация. Ну, когда приходит человек, диагностика или приборная у меня, это есть, когда я вживую работаю, да. Вот. Опрос, осмотр, метод Суджок имеет интересный такой метод диагностики. Мы спрашиваем, а что вы любите поесть? А какое вы время года любите? А какой вы цвет любите? А какой вы на себя надели бы цвет? А какой ни за что? А какие у вас вкусы? И какие вы, ну, не просто любите поесть, а именно какие у вас вкусы, что вы предпочитаете? А какой вы по характеру человек? Ну, в общем, много-много таких вот вопросов. А с ней и всем прочим. Всё это есть в методе Суджок. И, конечно, хочется, чтобы вы сегодня поняли, как правильно поняли, всю полноту, всё, что есть в этом методе, и уже научились что-то применять, что-то унесли с собой и могли прямо себе вот сами тоже помогать. Потому что самые первые основы метода, они, конечно, простые. Вот я 14 лет работала педиатром, а потом были мои проблемы. Я два года не работала, пять лет у меня были серьёзные проблемы. И 19 диагнозов я себе написала. Вот, и мне пришлось с ними справляться. И когда я вот встретила метод Суджок, я вышла на работу, занимала на этот метод обучения, занимала деньги, три курса подряд, прошла всё, что было максимально в России, и от автора, ну, начала я вот автора изучать, потом в России, потому что нужен был российский диплом и сертификат, удостоверение, подтверждение от нашей рефлексотерапии российской. В 93-м году. Вот, и тогда я уже вот начала, помогла себе, пока обучалась быстро довольно-таки, так, удивилась. Ну, представляете, вот когда пять лет, и на краю жизни и смерти не хочется об этом даже вспоминать, прямо как у женщины слёз наворачиваются. Ну, я их улыбкой, улыбкой, улыбкой растопчу. Вот, и когда с этим справляешься за две недели, то, знаете, голова кипит и всё переворачивается вообще в такой вот железной голове врача, когда только лекарства, никак иначе. Вот, и, конечно, когда сам себе помогаешь, и такая смелость, уверенность, помогаешь окружающим, помогаешь детям, родным. У меня пять братьев, сестёр, да, у всех у них есть жёны, мужья и дети, по двое, по трое. Своих двое детей. С 90-го года я не работаю с лекарствами. С 1990-го года я не работаю с лекарствами, я их не назначаю. Если ко мне приходит человек, который, ну, принимает лекарства, я не против медицины, ни в коем случае. Она, ну, она должна быть. Она скорая, неотложная операция. Никуда мы не денемся, какие бы мы практики ни делали, какие бы мы ни были высоко духовными. Мы люди живые, можем даже ошибки, можно сказать, совершать какие-то, попадать в какие-то вообще непонятные ситуации, когда, ну, просто необходим врачебной помощи. Я глубоко преклоняюсь перед своими коллегами, вот, особенно перед теми, которые вынуждены ночами работать, там, реаниматоры, хирурги, вот, всякие эти, такие с неотложной помощью, потому что, ну, просто, ну, они тоже стараются помочь, и такая у них работа сложная. И мне очень больно, когда в такое наше интересное время как-то ругают врачей, по-разному относятся, ну, а как и везде, врачи есть разные, все, есть разная система сама. Ну, то есть много причин, не нужно как-то однозначно относиться к определенному человеку. Есть система, и у нас много что интересного в России за последние годы перестроек. Ну, слава Богу, все идет к лучшему, к лучшему, я так думаю. Вот, ну, вот такое небольшое отступление. Я не спросила, мне интересно, вот, все-таки площадка для меня новая, я учила Анну, которые меня нашли где-то в интернете, пригласили. Вот, и я хотела бы узнать, насколько вы со мной знакомы. Поставьте, пожалуйста, от 0 до 5. 0 – это когда вообще впервые, когда ни разу не видели, не слышали. Вот, пятерка, когда уже посещали мои вебинары, как-то уже знакомы были, то есть знакомы с методом суджок. Здесь как бы такая однозначно, да, будет вопрос такой двойной. Насколько со мной знакомы, насколько знакомы с методом суджок, суджок, ну, скажем, от меня, да, 0, 0, 0, есть нули. Ну, я вас поздравляю. Ой, 5, 5, 5, Татьяна. Здравствуйте, Татьяна. Рада, рада. Много нулей. Ну, я вас поздравляю. Я искренне рада за вас, что вы прикасаетесь к такому методу. Когда-то я была просто счастлива, что мне так вот с двух сторон пришел этот метод. Вы знаете, вспомнился один случай, он тоже вот из жизни и из опыта. Однажды я вот такие же слова сказала женщине на одном семинаре. Со мной рядом сидела женщина. Ну, вот. Ну, она впервые пришла. По-моему, это был 2006 год. Я каждый год с 93-го года изучаю вот этот метод, потому что он идет как с превышением квалификации каждый год. Всегда что-то новое, он развивается. Вот. И она пришла первый раз. И так как-то немножко спрашивала, я говорю, я просто вам вот завидую. Белой зависти. Потому что вы пришли, когда метод уже сформировался. Потому что мы как бы росли вместе с профессором, с автором этого метода, Пак Дживу. Он его, можно сказать, ну как сказать, рожал. Он его получал от Творца, как он говорит. Как он получил метод, он как бы обратился с просьбой, ну такой с молитвой, можно сказать по-русски. Что он хочет получить такой метод, который будет помогать людям просто, довольно-таки. И очень эффективно, действенно, быстро. И вот он его начал получать. И он как бы получал эту информацию и логически, и духовно, и душой, и интуитивно, как угодно. Вот. И он ее продвигал в мир. И вот когда уже в 2006 году эта женщина пришла, она пришла уже, ну такой сформированный метод. Ну вот, и про эту женщину я могу смело сказать. Она писала о своем случае. У нас был такой альманах в Академии Улыбки. Академия Улыбки у нас такая была. Сейчас это вместе. Академия Улыбки, Академия Суджок, руководящая в Москве. Я являюсь лектором Суджок Академии. Но я, честно скажу вам, хочу подвигаться больше в интернете. Вот. И она, понимаете, она какая-то, ну такая кислая была немножко. У нее такие синяки под глазами были. Вот. И она уже потом сказала. Я сначала это не знала. А потом она подробнее сказала. Меня тоже приглашали в Академию Улыбки. Но я как-то не пошла. Вот. И мы с ней общались потом. Она говорит, ты знаешь, когда я обучалась, ей как раз вот первые дни сделали анализы там мазки. У нее был рак матки. Представляете, ничего так себе. Вот. И она на одном вебинаре, ой, извините, семинаре. Сидит, слушает и думает. Как же так? У меня двое детей. Я, наверное, умру. Что же делать? Вот. И слышит ответ профессора. Нет, вы не умрете. Вы выродите с этих детей. Все будет прекрасно. Это действительно прямо вот чудо такое. Это можно посмотреть, прослушать. Я всегда делаю записи, диктофон, когда это семинары. И это прямо вот действительно вот было так. Он говорит, он прямо ответил на мой вопрос. И я так слышала, она рядом сказала, я думаю, ну что-то на. Но потом мы это поставим, все вот так. Понимаете? Она действительно просто начала заниматься этим методом. Насколько она вот освоила первый семинар. Медитацию улыбки, она там работала. Вот. И она выстрелила. За месяц, представляете. Ей сделали опять эти все мазки, все эти анализы. У нее это исчезло. Вот на уровне чудес у нас много что бывает. И, конечно, они бывают не только в методе Суджок. Потому что, ну, когда есть истина, когда есть, ну, как сказать, вмешательство или участие, лучше сказать, наверное, творца из высших сил, когда этому человеку нужно жить, то вот такое случается. Такое бывает. И если мы действительно тоже живы, если нормально живы, более-менее, так вот, все у нас есть, и жилье, и квартира, и ручки, ножки, вот, то, значит, мы это, ну, скажем так, заслужили, да. Вот. А если человек что-то серьезное как-то страдает, значит, он получает такие серьезные жизненные уроки. И нужно их проходить. И нужно понимать, расшифровывать, за что и как получил, и как это изменяться. Иначе он будет получать и получать их и дальше. Так, ну вот, мы немножко как-то и отошли. И, ну, я думаю, что это все вот вам немножко, чтобы вы отдохнули от предыдущей темы, и, ну, как-то полюбили этот метод. Я бы просто мечтала бы, чтобы каждый полюбил этот метод, всю его широту, красоту, глубину, простоту, эффективность и безопасность, совершенно безопасный метод. Так, поставьте, пожалуйста, циферку 5, кто готов как-то двигаться дальше, воспринимать информацию. И мы тогда все-таки будем двигаться. У меня есть презентация. Вот. И довольно-таки много там слайдов получилось, около 40 картинок. Я делаю для того, чтобы можно было вам, когда вы будете смотреть запись, кому это нужно, или кто-то, ну, не смог, я же понимаю, что часовые пояса разные, чтобы могли остановить где-то видео, посмотреть. Есть картинки, есть надписи, чтобы вы это могли так вот иметь себе. Понятно, чтобы было. Ну, больше, конечно, для тех, кто смотрит это в записи, кто хочет еще раз посмотреть. Так, ну что ж, есть. Ага, готовы. Ну, хорошо. Хорошо, я очень рада. Что мы готовы с вами. Ну, давайте я тогда буду включать презентацию. Так, секундочку. Опа. Так. Я хочу видеть сама, что мне получилось. Ага. А почему-то поделиться не нажалась. А, вот так. Ну, что, появилось. Я вижу, маленький квадратик появился. Ну, собственно, это вот тема, которую мы обозначили. Я, конечно, сегодня настроена вам дать самые первые такие азы. И действительно, мой девиз – сужок в каждый дом, потому что детишки буквально с 3-4 лет начинают понимать эти знания. вот, и что уж говорить о взрослых тетеньках и дяденьках, бабушках и дедушках. Вот. А вы могли бы буквально чуть-чуть, вот, может, масштаб увеличить, слайдер, может, на 5%. Открыть, да? Вот увеличить именно внутри окна масштаб. Ага. Хорошо, сейчас. Я, как-то тут медленно перегружается. Я смотрю, у меня наполовину как-то открыто. Я постараюсь открыть она полностью. Ага. Ага. Так лучше? Ну, вот, нет, я имею в виду сам слайд, сам слайд. Я слайд открыла, то есть я открыла вот эту вот презентацию, открыла на полную, на полную помощность. Ладно, хорошо, тогда так. Не открылся? Нормально, нормально. Ну, ладно, я сейчас, походу, буду говорить и еще раз проверю, что-то как-то у меня вот тормозится, видимо. А когда хангаоц открыт, как-то немножко... Угу. Так, ну, я не поняла, почему. Ну, так тоже хорошо видно. Нормально. Угу. Так, что-то остановить у меня появилось. Так, сейчас я перелистаю. А, вот, открылась. Ага. Ну, вот, я должна дать дань организатору, автору этого метода. Профессор Пакжо. И уже нет живых. Он тоже интересным образом таким ушел из жизни. Сплошные загадки. Я приглашаю вас в этот прекрасный мир Суджок. Посмотрите, какое у него открытое, чистое лицо, улыбающийся человек. У нас отдельно есть метод медитации улыбка. Это даже вот, можно сказать, обычное его жизненное такое состояние. Вот. И нам с вами вот такой слайдик я подобрала. Ой, да действительно тормозит. Я открыла, она не вижу пока, что переключилась. Ммм, будет тормозить немножко. Ну, ничего страшного, я думаю, это не поможет. Ну, я вот переключила на другой слайд, а перед собой пока вижу предыдущий. Все нормально. Нормально. Так. Очень интересно. Так. Ну, ладно. Вы видите, наверное, слайд, да, вот этот вот. Здесь или тетенька со шприцем, да, вот, или добрый доктор, похож на Айболита, или душевная женщина. И мы как... Я вас приглашаю прямо как ребенок. Самая центральная эмоция в методе Суджок – удивление. То есть я вас приглашаю вот с удивлением открыть рот и слушать, поймать то, что я вам хочу сегодня донести, потому что я очень хочу, чтобы те, которые впервые знакомятся с этим методом, получили огромную пользу для себя. Вот. Здесь я... Ну, я уже начинаю читать, пока это не смотрю, действительно наслаивается. Это метод Суджок. Он очень многоплановый. В нем разработано много теорий профессорам. Вот все перечислять я не буду. Я для того и делаю слайды, чтобы вы могли потом спокойно посмотреть, пролистать их, прочитать, что там написано. Если я буду все читать, это будет очень долго, я не уложусь в свое время. Вот. Это такая всеобъемлющая онлуре медицина. Такой термин придумал профессор Пак. Это торговая марка, метод Суджок, и онлуре медицина. И туда входят все направления, которые профессор Пак разработал в течение своей жизни. И вот мы его ученики, кто следует ему, они изучают все эти методы и знают глубоко. То есть буквально каждую сферу жизни, психология, отношения, питание, это взаимодействие энергии на уровне, у нас вот восемь ки, восемь энергии, шесть энергии. Это как развитие метода пять первоэлементов из китайской медицины. Там пять первоэлементов в теории Усин, кто слышал. Вот. У нас это развитие идет. Есть китайская теория инь-ян, то есть когда две основных составляющих, у нас это четыре составляющих, это теория три началия. Все идет в развитие. И двигательные практики профессор начал развивать с 2002 года. Это у нас своеобразная такая гимнастика, твист называется со скручиванием, твист-терапия. То есть вот первый мой такой золотой сертификат это было твист-терапия. То есть лечение и оздоровление или профилактика скручивающими движениями с использованием спиральной, так называемой энергетической системы. Ее тоже нет в других науках. Есть чакры, так называемые, в Индии, в индийской философии, аюрведе. Есть каналы, меридианы, биологические активные точки в китайской медицине. У нас распознана в методе Суджок еще спиральная энергетическая система, которая проходит по всему телу. Алмазная энергетическая система, которая как две пирамиды соединена друг с другом, получается такой алмаз. И вот, ну, представляете, человек внутри этого алмаза. Верхняя над головой, нижняя, ну, ниже паха. И на уровне грудной клетки, по бокам, как бы вот, такие энергетические тоже центры, которые больше ни в одной медицине, ни в одной науке не распознаны. Вот. Вот видите, такие картинки, это из метода Суджок. Вот если их увидеть, вот такие, то сразу непонятно, что, где там, какие органы расположены. И я призываю вас однажды вот задуматься, как, что расположено в методе Суджок. Я это продемонстрирую вам, покажу. И вы это поймёте, и будете знать, и будете применять очень легко и просто, ну, всю свою жизнь. В любом месте. Метод Суджок не требует ни специального кабинета, ни каких-то специальных приборов. Можно ногтем пользоваться, можно ручкой, можно любую палочку от дерева взять. Если даже для массажа или даже для того, что это всё живое. Можно взять спичку, она тоже живая, это дерево, потому что, если бы оно было не живое, то бы это было трах, ой, трах, прах, труха. Вот. Ну, представляешь, да, когда сгнившее дерево, то оно там тоже рассыпается. Вот. Если оно, зубочистка, любая веточка растения, даже если это зимой, иголки, например, вечно зелёных деревьев, они тоже являются лечебными. То есть в любом месте можно применять метод Суджок. Так. И вот теперь мы приступаем непосредственно к тому, что же это такое, как это, как понять, как распознать, как начать его изучать. Вот здесь представлена картинка такая. Кисть в переводе с корейского языка уже была написана, но я повторю. Это кисть и стопа. Суджок. Кисть, стопа. В переводе с корейского языка кисть и стопа. Здесь вот больше акцент на кисть, потому что она перед нами. На стопе всё очень подобно. Я немножко объясню потом, как это выглядит на стопе, чтобы тоже удобно было. И так вот это придумано. Профессор Пак так и говорит нам, что эта система, она придумана именно творцом, для удобства. Руки, они всегда перед нами. Это очень удобно. Мы им и работаем. Мы что-то носим, моем. То есть мы постоянно их массируем. Вот эта вот ладонная поверхность постоянно у нас массируется. Ногами мы тоже ходим, мы постоянно массируем, а просто вот из-за того, что мы ходим. И это очень такая разумная получается система, когда мы таким образом, между прочим, просто живем и массируем вот эти точки, зоны. Но для того, чтобы уж лечить, получалось лечение, конечно, мы тогда должны знать, что делать, и именно находить лечебные точки. По крайней мере, на самых первых шагах изучения находить точки. И вот здесь вот такой простой рисунок. Показана такая кисть и человечек. То есть кисть, есть несколько признаков, почему кисти похожи на человеческое тело. Здесь я вам самые такие простые рассказала, потому что самый первый вариант, когда мы изучаем этот суджок, ну вот врачи, это 24 часа, когда выдается первый сертикат, и врач на своем рабочем месте может хоть как-то применять этот метод. 24 часа. И представляете, вот я за какой-то там один час вам я, конечно, не смогу все рассказать. Поэтому я буду скорощать, но суть постараюсь дать вам. Вот. И получается, что вот у человека пять выступающих частей. Голова, две руки, две ноги. Пять. И на кисти пять выступающих частей. И по логике получается так, что вот большой палец, он не похож на остальные пальцы. И это голова. Голова, шея, две фаланги. Голова и шея, большой палец. Следующий участок, который, грудная клетка, он наславится тоже на ладонь, вы дальше поймете. Ну, а вот две руки, две ноги, это оставшиеся пальцы. Причем, представляем здесь, как вот человек стоит, как человек стоит, стоя у него по бокам руки, по центру он две ноги, и получается, что голова, большой палец мы мысленно передвигаем вверх. И когда мы большой палец вот с этим участком, который, ну, вот по линии жизни, с этим, с этой мякотью, ну, тенор называется по-медицински, поворачиваем мысленно, как бы, на лучезапясный сустав, то получается, то по передней поверхности, это наше вот тело. То есть лицо по передней поверхности, как вот кулачок сгибаем, да, вперед, кулачок сгибаем внутрь, так и тело человека сгибается внутрь, ну, как бы внутрь, вперед, и вот это является передней поверхностью. То есть ладонная поверхность кисти, она соответствует передней поверхности человеческого тела. Конечно, там есть тонкости, ноги там, как они расположены, как там стопы, они немножко по-другому. Но все-таки, вот поняв эти первые самые соответствия, можно уже представить, как оно все там будет. И что чудесным образом, количество суставов, вот крупных суставов в теле человека, соответствует количеству суставов на кистях и на стопах, представляете? То есть вот получается, на руке это плечевой сустав, локтевой и предплечье, крупные суставы, да? И точно так же у нас на каждом пальчике, посмотрите, три сустава главных, на каждом пальце. Это ну просто вот какое-то чудесное такое подобие, и как его вот профессор распознал и нам рассказал. И вот здесь схема, как примерно подсказка, как расположены передние и задние поверхности туловища. То есть вы видите, что тыльная сторона человеческого тела, и она будет соответствовать тыльной стороне ладони и стопы. Я хотела бы получить от вас обратную связь. Понятно это или нет? Напишите, пожалуйста, троечку, чтобы я не путалась, троечки или пятёрочки. Вот это вот понятно вам, что выступающей части, что как мы наклоняемся вперёд, сгибается человеческое тело, внутренняя сторона человеческого тела, внутренняя, как бы передняя, да? Соответствует ладони. Оставьте, пожалуйста, я должна понимать, что вы меня слушаете, и понятно это. Да, немножко тормозит чат, но ничего, вижу троечки. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Если непонятно, как-то сразу называйтесь, или, ну да, вот я вижу только по одной циферке, вот здесь у меня, к сожалению, отображается, я весь чат не вижу. Вот поэтому как-то постарайтесь, может быть, себе пометить или записать, и тогда я выделю время, постараюсь вам ответить на ваши вопросы, если вдруг они у вас как-то остались. Так, ой, вот перехожу оттуда сюда, и получается, вот не открывается сразу презентация. Да, какая у меня там следующая картинка. Так, ну что ж. Да, вот давайте вспомним теперь, как у нас расположено в теле. Конечно, все это изучали в школе, как у нас организм человеческий виден. Ну, здесь вот желудочно-кишечный тракт, головаю, я думаю, понятно, что там у нас на голове, да? Глазки, нос, ротик, ну вот, потом идет шея, пищевод, гортань. Здесь не нарисованы легкие сердца, но я думаю, это уже очень просто, вы можете понять. Считабельная железа в нижней части шеи, вилочковая, так называемая, железа в верхней части грудной клетки, она здесь тоже не нарисована. А остальное, вот пищеварительная система, здесь нарисована, ну так вот для памяти, как это есть. Вот точно так же все будет располагаться на ладони или на стопе человеческого тела. Вот еще раз посмотрите, печень у нас справа, под печенью зеленого цвета, это желчный пузырь зелененький такой, вот желудок чуть-чуть у нас отклонен влево, под желудком прямо есть такая поджелудочная железа, на еле видна. Из желудка выходит 12-перстная кишка, она идет потом в тонкий кишечник, тонкий кишечник, он по центру вокруг пупка, вот, а тонкий кишечник рядом с аппендиксом выходит толстый кишечник, и толстый кишечник уже вот буквой П такой, идет на выход через прямую кишку. Вот и селезенка, еще здесь не сказала, она тоже расположена слева, рядом с хвостом поджелудочной железы, за желудком. Ну вот так вот, немножко вспомнили, и теперь будет понятно, как это располагается на такой вот, на основной нашей цветной картинке вот здесь. Больше такой подробной картинки не будет, поэтому вот на ней-то мы все и остановимся. Посмотрите еще раз внимательно, здесь большой палец нарисован таким образом, как он есть на кисти, на стопе. Голубым цветом покрашены легкие бронхи, что я вам говорила, мне нарисовано было сердце. Оно также нарисовано примерно чуть влево, отклонено, как оно в организме, так оно и есть. Вот, но если мы вот таким образом, действительно мысленно, отвернем вот эту вот часть верхней части догрудной клетки, то у нас будет все остальное на ладони. Идет как бы наслоение, но вот это тоже тонкости, мы их изучаем на более подробных курсах. И я преподаю, рассказываю это более подробно, и на консультации подробнее человеку объясняет, чтобы он совершенно имел представление, как это так, например, в сердце, и там же, например, желудок наслаивается, сердце на желудок, что же лечить и каким образом. Вот, ну вот, если мы откроем это, то вот таким образом располагается толстый кишечник. Здесь вот вам важно понять, что еще. Каждый поставьте перед собой левую руку, ладонь, откройте ее вот таким же образом, здесь левая ладонь, и посмотрите на нее внимательно. Вот между мизинцем и четвертым пальцем безымянным, там есть такой маленький отросточек, это видно аппендикс, там начинается толстый кишечник. Вот, то есть на, так же, как справа в теле человека, есть этот правый, ну, аппендикс, да, вот точно так же вот на руке человека. И на правой руке, откройте перед собой правую ладонь, аппендикс будет находиться между указательным пальцем и средним пальцем. Вот, чтобы вот это вот вам было понятно. То есть, как у вас есть одна ладонь и вторая перед вами, на левой руке аппендикс и печень между мизинцем и четвертым пальцем безымянным, а на правой руке печень справа и аппендикс справа между указательным пальцем и средним пальцем. Вот это, чтобы было понятно. Вот. Это вот, ну, самая такая большая трудность на сегодняшний день, которую нужно понять, как вот мы смотрим перед собой. Вот таким образом. Ну, посмотрите на большой палец. С серединки большого пальца нос нарисуем, там, где у нас завиточек. Вот. И пропорционально глазки, бровки, ротик, губки. Вот. И на сгибе это начинается шея, дальше идет трахея. В нижней части, я уже сказала, можно пририсовать, считай, на железу. Женские молочные железы, да, можно тоже нарисовать поверх легких. И если у кого-то вдруг мастопатия, очень хорошо, здорово помогает. Очень здорово помогает. Вот массаж даже местных вот таких точек. У меня такая была женщина, ну, их много было разных, ну, вот одна просто, хочу привести пример, которая сама не могла находить эти точки, ну, как-то она вот так говорит, я не знаю, я ищу, ищу, я никак не пойму, мне везде или больно, или не больно. Вот. Она ко мне раз в полгода приезжала, говорит, ну, ты найди мне точки, поставь семена, это была подруга моей сестры, вот. И я массировала, находила эти точки, промассировала их и ставила там ей два семечка, гречки, наклеивала, отпускала. Она говорит, ну, вот ей мне хватает на полгода. То есть она не долечилась, она один раз вот только вот ставила что-то. Ну, потому что, когда бывает какая-то, ну, боль неприятная, женщинам это известно, неприятная боль, в делении, бывает с молочным железом. Что нужно такое-то, как бы, симптомы снять, чтобы всё было нормально. Вот. И жить с этой мастопатией долгие-долгие годы, всё нормально. Так. И вот здесь картиночка на... Ну, она такая же, вот она почти такая же, только вот таким чёрно-белым нарисована. Да, я хотела другую показать вам, следующую. Ну, ладно, что-то неподряд, наверное, у меня получилось. Так, вот здесь у меня картинка. Я вижу, что у меня картинка, как действует массаж точки. То есть, каким образом мы вот самым простым методом воздействуем на это, на эти точки. То есть, мы с вами теперь определились, как у нас... Я ждала картинку, которая со спины, наверное, где-то подальше будет, я вам покажу. Со спины, как это выглядит. То есть, мы теперь знаем, где у нас расположены какие органы. Есть ли какая-то у нас, ну, есть проблемка, что-то болит, ну, в животе, скажем, да, или в грудной клетке сердца, например, бывают боли, или аритмии бывают, или ноют как-то, или стучит, или волнуется, ну, так вот говорят, жмёт, или за грудиной какая-то боль бывает. То, что нам нужно сделать? Нам нужно по проекции этого органа найти, поискать щупом, здесь вот щуп представлен, и такие нарисованные точки, которые желательно прижать, точку прижать этим щупом. То есть, лучше руку положить свою на твёрдую какую-то опору, на колено, чтобы можно было вот именно эти точки, самые болезненные, найти. Это самый такой первый метод лечения, он, ну, такой вот с болезненностью, да. Очень много методов, и остальные все методы, можно сказать, безболезненные. Только вот этот самый первый такой метод, самые первые шаги в методе суржок, они связаны с поиском болезненных точек. Врач ставит туда иглы, когда находит их, лечит. Но вот если вы сами, значит, находите эти болезненные точки, их нужно промассировать. Их можно промассировать, или, ну, такой у нас специальный щуп, да, металлический, разный. А если нет ничего под рукой, можно ногтем, прямо ногтем, поискать эти точки и помассировать. Вы можете помассировать прямо по часовой стрелке, против часовой стрелки, как вам хочется. Можно просто прижать эту точку и давить на неё, массировать. И если боль в организме есть, то боль будет уходить и из организма, и из этой точки. И это буквально нужно полминутки, 15 секунд, ну, до минуты. Если это старая какая-то боль, ну, например, там ноют где-то в позвоночнике, вот, то это может быть побольше нужно. Вот сейчас я хотела бы задать вам вопрос, я не буду переключаться на видеокамеру, но я вам хотела бы задать вопрос. Мне очень важно вам сейчас помочь, понимаете, чтобы вот кто-то, если вдруг какой-то есть симптом сейчас, вот, чтобы я могла помочь, показать как, ну, не только вот таким методом, если вдруг вот сейчас нет такой вот боли, или это клубок какой-то, или нужно движение, то я хотела бы вам помочь вот сейчас методом суджог. Прямо вот начать с вами уже практикой заниматься, чтобы у вас такое доверие какое-то появилось, и кому-то я могла в данном случае помочь. Если есть такое, напишите, пожалуйста, если есть у кого-то какая-то проблемка сейчас, какая-то боль где-то, напишите мне, я постараюсь уловить, и рассказать, как вот вам помочь. Прямо сейчас, прямо на вебинаре. Пока не вижу чата. Позвоночник. Так, вижу, пяточные шпоры. Так, напишите еще несколько, мы сейчас, может быть, и даже нескольким сделаем. Я пока увидела два обращения. Позвоночник, пока подумайте, пока подумайте, какой уровень позвоночника, потому что он же большой, там вон сколько позвонок, колечный сустав, коленный сустав, поясница, так отекают руки, ноги, ожирение. Так. Зубная боль. Так, больше пока не вижу. Вот то, что я вам читаю, чтобы вы видели глаза. Я вам читаю, чтобы вы позвонили, ночник язва желудка. Боль в правом боку под ребром. Ну, много разнообразная у нас картина, надо сказать. Коксартроз. Так. Сергей Новиков. Так. Ну что ж, плохо видно. Ну вот, милые мои хорошие, наверное, я просто вас попрошу вот завтра открыть, это действительно запись, но если я сейчас вот... Я пробовала открыть, у меня тогда закрывает всё поле, оно же на весь экран развиваю, а раскрывается тогда презентация. И я тогда буду очень долго переходить. Мне же нужно картинку-то самой видеть. Получается, боль в шее затекает, руки еще увидела. Я попробую еще раз сейчас, чтобы вам было... Горло не вылечивается. Горло. Почему не вылечивается, Людмила? Горло вылечивается. У меня сейчас там, кстати, есть картинки, прямо сейчас злободневно осень началась, это такое время-то. Осенние, холода пошли. Так, попробую я вам открыть, раскрыть презентацию на весь экран, посмотрю, что получится. Если вам так лучше видно, то, значит, отметьте мне. Ой, вот опять всё стало закрываться. Ну, сразу всё поплыло, поплыло, там всё закрылось. И я не могу посмотреть, что вы пишете в чате. Ой. Очень интересно открывается у меня на экране. Ой, ну ладно, хорошо, мои хорошие. Получается, я вам не могу показать или попробую сейчас... Если хотите, вы можете прямо сейчас нам скинуть презентацию, и мы будем её сами перелескивать. И сделаем крупнее. Так, презентацию. Тогда мне её надо закрыть. А куда мне вам скинуть её? Скиньте Анне. Так, ну мне же её надо тогда... Она перекинется прямо в скайп? Да, она прямо быстро сейчас перегонится. Ну тогда мне её надо закрыть, да? Да нет, вы можете не закрывать, просто прямо перетащите её на скайп. Ага, сейчас попробую. Так, сейчас попробую. Так, вот она у меня как-то начала открываться и не полностью дооткрылась. Ну попробую, как бы, за верхнюю панельку сейчас. Нет, её нужно с рабочего стола. С рабочего стола, да. Так, сейчас я они открою. Да, ну она у меня не открыта. Так. Ну, за верхнюю панель, правильно? Нет, вы закройте её. А, закройте, значит, надо хранить. Да, нужно сохранить, закрыть. Так. Так, сетима на иконку мискаев. Так, сейчас закрыла. Сейчас сделаю, извините, что такие задержки, потому что, ну, действительно хочется, чтобы нормально было видно. Так, сейчас. Можете напрямую мне это прям отправить. Я в скайп добавился вам только что. Добавили сейчас, смотрю. Не вижу. Не вижу пока. Нет, не пришло показать. Вы отправляете, Аня. Отправляю, Аня. Так. Так, отправила. Ну что ж, мои хорошие. Значит, я увидела, услышала. Давайте, да, энтометриоз ещё увидела. Давайте так. Мы поработаем. Давайте я даже сейчас, вот, кликните, наверное, на моё изображение. Как вы можете увидеть весь экран. Я что-то вам на руках покажу. Надеюсь, у меня сейчас видно. Ну, смотрите, позвоночник, значит, найдите. Какую сейчас, так, позвоночник. А сейчас открою, когда презентацию, то я вам подскажу, как я делаю. Но пока на руках. Вы меня видите сейчас? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Вы меня видите, потому что как-то с перемещением не уверена. Вот смотрите, у нас получается, что передняя поверхность – это у нас туловище и передняя сторона тела. А задняя сторона, вот голова, затылочная, где ноготь, до первого сгиба, до первого сгиба, до первого сустава. Это идёт затылочная стязь головы до шеи. Потом вот этот участок, вот этот участок – это шея. Вот эта вот выступающая часть – это седьмой шейный позвонок. Вот это вот шея. Там семь позвонков. Потом дальше, до ямочки, до ямочки на лучезапясном суставе, вот этот участок – это восемь грудных позвонков вместе с ребрами. То есть получается, на передней стороне это сердце лёгкие, а на задней стороне – это до восьмого грудного позвонка. А дальше мы что делаем? А дальше мы поворачиваем руку вниз, руку вниз поворачиваем, на задней стороне, да? И на уровне лучезапясного сустава между третьим и четвёртым пальцем у нас весь остальной позвоночник. Вот был лучезапясного сустава. Найдите вот этот вот сгиб. Вот лучезапясный сустав, вот этот сгиб. Вот по этому межпальцевому промежутку между третьим и четвёртым пальцем остальной позвоночник. То есть там получается у нас верхний третий – это остальные грудные позвонки до 12-го. Потом пять поясничных позвонков в средний третий вот этого участка. И нижний – это тазовые кости, крестцовый, копчиковый отдел. Вот это позвоночник. Поэтому, кто мне писал позвоночник, вот сориентируйтесь, на каком уровне вы будете воздействовать. Найдите какой-то инструмент сейчас для работы. Ну, какую-то ручку, ну, не очень такую острую, или карандаш, чтобы не проколоть кожу, да? Вот. Может быть, вязательную спицу. Может быть, там какой-то у вас под рукой что-то есть. Ну, чаще всего ручка какая-то есть, наверное. Вот. И можно в этой зоне, это по позвоночнику, да? У кого шея, значит, вот шею вы ищете в этом промежутке. Посмотрите, вот тут первый, потом второй, третий, четвертый, пять, шестой, седьмой позвонок. То есть вот всё как в теле человека, очень просто. Вот. И вы примерно на этом уровне, на каком у вас там шее, примерно ищите рядом вот точки. То есть вы надавливаете осторожненько своим щупом или что вы там нашли, ручкой. Вот. Надавливаете и ищите самый болезненный дом. Тут у меня массажёров разных много. Под рукой лежат деревянные, наши классические. Ну, я вот возьму такой титановый, да? Вот. Вы надавливаете на... Покажу на уровне шеи. Вот таким, примерно перпендикулярно к поверхности. Так надавливаете, надавливаете на точки. И ищите, какая побольнее. Какая у вас побольнее остальных, которые здесь рядом расположены. Вот я нашла какая-то у меня, ну, более-менее болезненная точка слева, да? Так оно и есть. Бывает более слабое место, больные болезненные. Я начинаю массировать. Ну, вот как я её вот так буду, как бы, по часовой стрелке. Вот так вот, ой. Ну, она соскакивает, мне неудобно. Я хочу её вам показать. Вот. Так вот, мелко вот так вот вращаю, вращаю, вращаю. Но у меня сейчас нет боли. У кого кто вот там писал, эндометриоз, у кого коксартроз. Коксартроз, это нужно смотреть. Смотрите, вот здесь вам тонкость, прям секрет рассказываю, потому что непонятно. Да, если по передней поверхности, то где там тазобедренный сустав? Вроде должен быть здесь вот тазобедренный сустав, да? Вот это у нас ножки, вот здесь тазобедренный сустав. Но здесь есть секрет. Мы поворачиваем на обратную сторону, и получается у нас выступающие косточки. Вот на тех пальцах, которые к ногам относятся. Вот у нас тазобедренный сустав. Вот этот весь сустав, вот этот тазобедренный. И вот этот тоже. Нужно смотреть, какая нога. Какая нога. Вот как мы стоим. Вот я руку вам показала, да? Здесь получается на левой руке у меня мизинец, это правая рука. Указательный палец, левая рука. Рядом с мизинцем четвертый палец, это правая нога. И левая нога, это будет рядом с указательным пальцем. Ага, вижу, картинки появились. Можно на следующий перейти. Я хотела бы найти картинку, где позвоночник. Как-то я ее ожидала после рисунка увидеть. Нет, наверное, дальше. Нет, дальше. Дальше следующий. Вот, вот, о чем я вам говорила. Вот, это позвоночник. Посмотрите внимательно. Тазовые кости в нижней трети. Вот, тазобедренные суставы я вам показала, где. Что еще было? Эндометриоз. Ну, вы вот сейчас поймите, если сейчас есть симптом, метод суджок, это не скорая помощь. Это не только скорая помощь. Это можно вот снять боль, но не только снять. Это можно таким вот массажем воздействовать и на причину, потому что, когда мы массируем вот эти вот болезненные точки, это как дистанционный пульт управления. То есть они посылают лечебные сигналы в тело, и можно убрать совершенно эту вот боль. У нас есть боль и причину, и проблему. У нас есть такое понятие дух суджок. То есть если мы работаем с этой системой, то у нас такой дух, то есть намерение, вера, уверенность, что это так оно и есть, что действительно на самом деле у нас здесь и позвоночник, и матка эндометриоз, это забедренные суставы, что вы еще там писали, коленные суставы. Вот, все это есть, все это работает, действует. Это вот в голове такая программа, такая картинка. Если мы вот с этим доверием, мы уже знаем, что многим людям помогло. Кому-то вы уже видели. Если у вас еще такого не было, то у меня-то точно таких много-много-много-много разных случаев. И у меня однозначно есть вот эта уверенность. Вот этот вот дух суджок, вот эту вот веру, ее нужно иметь. Если просто так, а дай-ка я попробую, что это там говорят... Так, меня слышно, как будто меня выбрасывало такое ощущение было, что как будто у меня замирание было такое. Слышно. Да? Слышно. Слышно, ну хорошо. И таким образом сейчас у кого, вот это написали, боль, зубная, зубная боль, здесь у меня картинки нет, ну вот как же быть, у меня картинки здесь по зубной боли нет. Здесь попробуйте, ну не попробуйте, а сделайте сейчас так, можно и таким образом на такой вот картинке, на передней поверхности, на передней поверхности. Ну ладно, я сейчас скажу два метода, коль я так уж проштрафилась, все невозможно рассказать. То есть на передней поверхности, для зубной боли говорю, есть глазки, носик в центре, чуть пониже ротик, ну вот так пропорционально, получается как бы немножко вытянутое лицо, да, пропорционально. Вот. И здесь представьте себе, вот как у вас есть челюсти, да, таким кружочком, нарисуйте мысли на зубки все, найдите, где у вас, вот так пересовой поставьте, вот как бы, как бы есть лицо, да, вот так у вас и стоит большой палец. Поставьте, найдите верхний челюсть, нижний, справа, слева, в какой стороне зуб. И вот в этой зоне примерно, имейте в виду, что болит-то корень, поэтому чуть-чуть как бы не точечно и совсем воздействие. Все-таки такой, ну приличный будет кружочек челюстей, ну скажем, сантиметров в ширину, больше даже, может сантиметр 3 миллиметра, у кого какой, ну какой размер, да, человек, вот, и, ну, сонку для зуба, конечно, там будет полсантиметра в диаметре, вот, и нужно поискать болезненные точки в этой зоне, в которой есть, вот. Или, второй вариант лечения зубов, картинки нет, но я вам рассказываю, есть такая система животного, нужно представить, что на большом пальце, ну, представьте, как бы змея, вот, да, вот змея, она раз-раз-раз, тело-тело-тело, и сюда, и у нее здесь, как бы открывается рот, там у нее свои зубы, и там у нее яд, и все прочее, то есть, вот по этой системе, получается, что вот это как бы голова, вот, а большой, ноготь большого пальца, это все, открытый рот с зубами, то есть, если мы большой палец, вот так, пересечен наполовину, как бы, как у головы животного, то сверху от этой части будет верхняя челюсть, верхняя все 32 зуба, а нижняя вокруг ногтя, нижняя часть вокруг ногтя, это будет нижняя, 16 зубов, я сказала, 32, да, 16 зубов, вот, и тоже таким образом, вот как бы перед собой, как вы видите, вот таким образом, тоже посмотрите, какой у вас верхняя челюсть зуба болит, или нижняя, и примерно вот на миллиметр-два от ногтя нужно поискать болезненность зоны этого зуба и помассировать, вот зубами, кстати, ну, столько случаев, столько случаев, наверное, у каждого врача-суджок есть столько случаев с помощью с зубной болью, я однажды на вебинаре тоже был такой случай, когда вот сказали зубная боль, и я, ну, там была картинка эта, ну, я думаю, что вот как бы я тоже понятно объяснила, вот, и зубная боль, и женщина говорит, ну, я не могу ночью впереди спать, не могу, ну, что делать, не пойду же я лечить, на ночь вызывать там какую-то скорую помощь, нужно ночь приждать, вот, и она начала так массировать, я рассказала, то есть нужно прямо вот найти точечку, где это, какому зубу соответствует, миллиметра два-три, там, где как бы корень, посмотреть, насколько это глубоко в теле, вот, и помассировать хорошо, и вот мы так, прямо на улице многим снимали, потому что, ну, человек идет, он обычно как-то дерз, ну, видно, что у него зуб болит, дерз, там, платочек какой-то, тепло старается, вот, и прямо подходишь к нему, ногтем, вот так начинаешь искать и массировать, начинает улыбаться человек, и вот эта женщина вебинаре, она тоже вот так вот помассировала, а я всегда спрашиваю, насколько процентов помогло, я вас сейчас тоже спрашиваю, поэтому запоминайте, какая у вас боль была, вот, и она мне сначала написала, 50% уменьшилось, потом написала, 30%, я еще раз спросила, насколько уменьшилось было, она говорит, 30% осталось, ну, я говорю, вот, ну, уже вебинар заканчивался, я говорю, ну, вы обратитесь ко мне в личку, если вдруг у вас не закончилось, я обязательно вам помогу совершенно снять эту боль, ну, там еще добавлю комплексный подход, да, что там, и она мне не написала, а я потом спросила, ну, мы были в контакте, да, вот, я спросила, как у нее, она говорит, а у меня боль совершенно снялась, я, говорит, спокойно уснула, а утром просто пошла к стоматологу, то есть она сняла вот это воспаление, понимаете, сняла вот эту боль, это же нервное окончание болит, боль снялась таким образом, так, ну, вот я думаю, понятно, значит, тазобедренный сустав, я сказала, где коленные суставы, это, смотрите, вот здесь, вот по этой системе, проще всего, вот на этой картинке, здесь, у нас на средних пальцах это ножки, первые суставчики ближе к ногтям, это голеностопные суставы, а следующие, это коленные суставы, вот здесь такими двумя полосочками нарисованы, поэтому, ну, коленный сустав, представьте, ну, вот одна из систем, вот так, есть там другой вариант, ну, вот одна из систем, у, говорится, у сидящего человека, мы садимся, у нас, как бы, коленки, вот вперед выступают, и вот, тоже, сопоставьте, где у вас там, чуть справа, чуть слева, относительно надколенника, где у вас это колено болит, вот, и поищите в этой зоне, найдите правильно палец своего колена, найдите это, найдите инструмент, и помассируйте, там будет у нас дальше массажеры, вот, если бы они у вас были, было бы здорово, для суставов, сразу скажу, у нас такие вот, шарики, да, массажные, такие вот, колючие, можно так массировать руки, профилактически тоже, так, кстати, они разного цвета совершенно, мне сейчас вот нравятся зеленые, такие оранжевые, мои любимые цвета, ой, не могу открыть, вот, можно такими колечками, прямо эти суставы, массировать суставчики, все пальчики, можно прокатывать, все пальчики, сама же сжала, руки немножко влажные, кремом намазала, перед, перед вебинаром, не могу открыть, но я думаю, что я сейчас открою, вот, то есть, там внутри, такие два колечка, вот, они могут быть разноцветные, белые, желтые, вот колечко такое, и вот эти колечка, очень удобно, вот именно на пальчик, на каждый пальчик, можно профилактический колечек, для пальчиков, так прокатывать, вот, утром, вместо утренней гимнастики, я сейчас вам продемонстрирую, одну секунду, это вот, я массирую вас, получается, не у вас, а у меня, левую руку, да, вот я сколько подвигала, посмотрите, пальцы покраснел, да, то есть, настолько он такой колеченький, колечко такое, оно прижимается, очень хорошо, очень хорошо иммунитет повышает, скоростное обжение, лимфообращение, и все прочее, вот, если это сустав коленный, значит, я вот таким образом надеваю колечко, вот, и вот он коленный сустав, и я вот так вот могу, вот так потоптаться, поискать там болезненные зоны, прямо вот так вот помассировать, вокруг, вот так вот потоптаться, помассировать, это прямо коленный сустав, такое тоже было, особенно, когда вот, Интересно было нам, прямо чудесно, профессор Пакон не сразу, прямо с начала, с 93-х года изобрел эти колечки, а чуть позднее. И вот он когда их изобрел и принес на семинар, и один человек жаловался на коленный сустав. Он ему дал это колечко и говорит, ну пока семинар идет, вы, говорит, массируете, я вам показываю, что тоже покраснела. Вот, вы пока массируете и слушаете. И прошло какое-то время в перерыве, спрашивает, как? Вы, говорит, прошла боль. То есть, понимаете, не только вот снял симптом, прошла боль, а это идет более глубокое лечение, потому что мы вот так глубоко воздействуем. Так, что еще был эндометриоз? Ну вот здесь матка. Если боль сейчас есть, был такой интересный случай с эндометриозом. Ну не у моей клиентки, а у нашей одной женщины. Пациентка решила сама лечиться, просто узнала основу метода СУДЖОК, поняла, где локализуется. Ну здесь вот проекции матки не видно, но вы представляете так, как она треугольничком видна, треугольничком видна матка. На передней поверхности будет ладони, да. Ой, я не приготовила ручку, надо было ее приготовить. Давайте я постараюсь нарисовать, насколько это у меня получится. На передней поверхности ладони. Ну вот я ее нарисовала синим. Может так лучше показать, вы уж представьте, что это вот так. Вот смотрите, то есть это вот таким треугольничком вверх идет матка, да. И по краям яичники чуть-чуть не доходя до межпальцевых промежутков между вот мизинцем и указательным пальцем. Таким образом выглядит матка. То есть вот в этой проекции вокруг эндометриоз, это же вокруг тоже задействованной ткани, поищите болезненные точки, их массируйте. Вот этот случай, который я хотела рассказать, женщина так решила сама. Ну эндометриоз, ну ну как, не лечится в медицине, а как операцию сделать, матку удалять что ли? Когда сильно кровотечение, конечно, удаляют, но это очень неприятная вещь такая. Вот и она решила сама лечиться. И она каждый день себе ставила иголки на одну ладонь, на другую, на одну, на вторую, месяц ставила. И все, избавилась от проблемы. Вот что значит терпение и труд. И такая вот действительно сила, вера, дух суджок. Вот такой тоже был результат. Так, ну что ж, мои хорошие, давайте я перейду на ваши отзывы, посмотрю, как предотвратить инсульт, на какие точки воздействовать, спасибо, увидела. Да, вопросы очень серьезные по инсульту. Ну, вы знаете, инсульт бывает ишемический, геморрагический. Ишемический, когда слабое сосудо, слабое кровообращение, как бы пережимается постепенно, постепенно. Может быть бляшка атеросклеротическая закрывает сосуд. И тогда, получается, участок пережимается, такая ишемия, и участок мозга не снабжается кровью, и он вызывает нарушения прилижающих тканей. Поэтому идет нарушение по правой или по левой стороне. Не может человек разговаривать, или глаз там, ну, в общем, лицо амимичное, рука не двигается, нога, смотря какая степень. А есть геморрагический инсульт, когда лопается, наоборот, когда сосуды, ну, например, они закальцинированы, когда очень сильно повышено давление, какое-то такое, ну, состояние, криз, стресса сильного, переживания какого-то, испуга, ну, или действительно напряжения такого длительного, то сосуд разрывается, лопается, и тогда идет кровоизлияние. И за счет того, что и кровь попадает в мозговые ткани, рядом, оно как бы их распирает и тоже вызывает нарушение тех участков, которые из мозга посылают сигналы человеку двигаться, да, руки, ноги. Вот, геморрагический, он очень опасный, гораздо опаснее, чем ишемический. И его нужно прямо срочно человеку спасать, потому что вот эта, ну, кровь изливается, куда она в мозг может изливаться, там, бесконечно. Она сдавливает ткани, пережимает и может пережать сосудно-двигательные центры, дыхательные, тогда человек просто останавливает дыхание, сердце, вот, поэтому это прямо мгновенные какие-то нужные мероприятия. Вот, поэтому, конечно, здесь получается или пониженное давление стенокардии, атеросклероз, мы причину с вами ищем, да, совместная такая работа, какая должна быть, слабая работа сердца, например, или повышенное давление, и с почками это тоже связано, и тогда это, ну, такой вот, нужно сосудами тоже заниматься, если они закальцинированы, то, значит, вот, заниматься тем, чтобы они были такими эластичными и хорошими, ну, например, омега-3, да, алюбные жиры, вот, можно сказать, применять для сосудов очень хорошо. Ну вот, ну а что бы предотвратить, если хоть какие-то проблемы есть, вот сосудистые, нервные, ну, и у нас действительно статистика такая из года в год, 57-56% заболеваемости, смертность от сосудистых проблем, поэтому вопрос очень такой злободневный и важный. Вот, конечно, нужно, вот, если посуджок, нужно брать зону сердца, вот ее, ну, просто, вот, у кого проблема есть, просто ее вот чаще и чаще обрабатывать. Если это шарик, значит, чаще, ну, как-то его вот так вот массировать, там просто не хочу закрывать, чтобы совсем опять не закрылось. Ну вот, шарик, например, вы этим шариком можете массировать, или какой-то другой массажер. У нас есть такой вот колючий массажер, очень хороший, можно вот, как можно, как гимнастику делать каждый день, какое-то там время массировать зону сердца, причем снаружи тоже, потому что это позвоночник, сердце тоже идет, и таким образом, например, массировать. Вот, голова тоже, да, потому что сосуды головы. Так прямо вот весь участок. Сюда же можно тоже колечко на шею девать, вот на шею, на голову. Вот, это такое, ну, как бы профилактика, акцент делать. Вот, можно отыскивать болезненные точки тоже, на уровне сердца тоже, можно так вот ногтем. Когда что-то случается, ну, вы представляете, где-то видишь там, человеку плохо, он упал и умирает, тинеет. Конечно, тут какие-то, конечно, мы все возим с собой эти щупы, всегда у меня в косметичке лежит, или в кошельке, или, ну, чаще всего в косметичке, вот. И начинаем массировать, или прямо ногтем, вот, находите, вот, такой, ну, как, даже не ищите болезненные точки, потому что, ну, какие болезненные точки, человек без сознания, да, вот, просто в зону сердца начинаете, вот, массировать, прямо ногтями впиваетесь, можно так вот даже ритм задать, как сердце бьет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, чуть почаще, потому что сердце, если ослаблено, так семьдесят восемь, восемьдесят, дару, минуту, помассировать. И себе таким же образом, если вдруг аритмия, тахикардия, то есть учащение сердцебиения или слабое, то есть вы как бы можете массировать, найти у себя, пока никаких не случилось приступов, найти вот в этой зоне сердце, где по центру проводим центральную линию, до этого, почти до лучшего запятого сустава, эти тонкости тоже над рисунком. И чуть-чуть влево будет сердце. И в этой зоне так вот поищем, поищем побольнее зону. И вот можно таким образом массировать. Можно просто вот тоже по часовой стрелке массировать, а можно вот именно задавать такой пульс. Если аритмия есть, то задавать пульс. Точно так же голова. Конечно, тоже можно массировать. Смотреть какие... Ну, бывают же головные боли, головокружение. Но головокружение тоже бывает в какую-то сторону заводит, там лево-вправо, нужно тогда брать правую и левую половину. А если боли какие-то бывают, значит, вы тоже ставите перед собой палец. Вот как бы лицо мое, вот оно лицо здесь. Вот удобно вот так вот понимать, как. Если вдруг там висок правый болит, значит, мы ищем вот в этой зоне. Точки, да? Если вдруг с левой стороны висок болит, значит, мы ищем вот в этой зоне. Если это лоб и вот верхняя часть головы теменная, значит, вот верхушка здесь ищем. На самом ногте мы не ищем болезненной точки, но вот вокруг можем. То есть вот до этого участок шеи, вот бывает очень часто, вот по задней стороне, вот здесь вот болит, да? По задней стороне там зрительные бугры. Вот до шеи вот эти вот места болят, бывает. Тоже смотрим, с какой стороны у нас. Ищем, какие точки, вот массируем их. Вот, если вдруг какое-то состояние такое, ну, прединсультное, повышенное давление, еще что-то, то, ну, вот такой метод его везде пишут, и в китайской медицине, и в методе Суджок. И действительно он очень действенный. То есть нужно найти какую-то иголку, булавку, не знаю, значок, что там не есть такое, и проколоть. Если брать прямо Суджок, то желательно проколоть большой палец, да, в первую очередь большой палец, вот на миллиметра 2-3 от ногтя, вот прямо там вот от ногтя, вот сюда, на центр, да? Прямо проколоть булавкой, иголкой, даже не стерилизовать, потому что некогда, если вдруг случилось. Прямо проколоть и выдавить каплю крови, вот так вот, таким образом выдавить, это будет как кровоопускание. Потом прокалываем на каждом пальце, на каждом пальце прокалываем вот так вот, прям делаем быстренько, раз-раз-раз-раз прокололи, все пальцы на руках. Ну, еще и когда состояние вдруг человек не приходит, а то и на ногах, рекомендую дружевать, и прям тут же вот все выдавливаемо из каждого пальца, вот эта вот кровь, как бы кровоопускание делала. Таким образом защищает человека, ну, вдруг потерял сознание, он прединсультное. Ну, может быть, даже если вдруг вот, ну, случилось, как бы, как оно, казалось бы, инсульт, если вот скорая не приехала, если человек не начали помощь, оказывается, то у него действительно будет там, уже пойдет процесс. А если мы вот это вот кровоопускание сделаем таким образом, то можем спасти человека от инсульта. Вот таким образом. Вот, если случается, что-то теряет кто-то сознание, я сказала вам уже, сердце, образ сердца, в первую очередь, если, ну, конечно, все это делается мгновенно. Вот у нас, конечно, врачи на автомате, потому что там только раз-раз-раз у кого-то, если есть на шатыре, сразу говоришь, сразу расстегиваешь здесь дыхание, чтобы дать воды у кого-то, если он приходит в себя, нужно попить дать, или он еще не совсем потерял сознание. То есть сразу раз-раз-раз команды выдаешь, массируешь зону сердца, смотришь пульс здесь, или на, есть он вообще пульс или нет, ищешь пульс на сонной артерии чаще всего. Вот, если он какой-то нарушенный, сразу начинаешь зону сердца массировать. Большой палец, потому что это голова, то есть сердце, голова, центр, вот называется центр гармонии, тут как пупок, центр ладони гармонии. Вот. И точки почек. Вот здесь они на этом рисунке, вот у нас, что она сейчас стоит, здесь они, почки не нарисованы, но они будут вот под ребрами, под 12-м, чуть-чуть будут выглядывать из-под ребер. И на руке мы их как найдем, я сейчас их вам нарисую, на руке мы их найдем по межпальцевым промежуткам, между мизинцем и четвертым пальцем, и между указательным пальцем, и третьим, средним. Первый палец это большой, второй указательный, таким образом мы в медицине считаем. Ну вот я их вам нарисовала, сейчас скажу, как их искать. Вот, смотрите, идем по межпальцевому промежутку, между указательным пальцем, вот таким образом. Так, идем, 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 ямочка. А вот здесь бугорок такой, вот он бугорок, косточка сейчас, вот в этой ямочке перед бугороком, примерно такого размера фасольный, находится почка. В данном случае у нас вот так руку переворачиваем, да, это левая, это у нас будет левая почка. А правая почка будет по межпальцевому промежутку, между мизинцем и четвертым пальцем. Вот тоже так идем, 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 межпальцевой промежуток. Вот она, косточка начинается, вот она начинается, косточка. Вот в ямочке перед косточкой, межпальцевой промежуткой, там вторая почка. Это правая почка. Вот таким образом почки расположены. А прямо на верхушках почек висят надпочники. То есть они прямо в самых ямочках перед косточками. И когда человеку плохо теряет сознание, нужно надпочники его. То есть адреналин, гормоны тоже запустить. Поэтому так. Сердце помассировали, центральную часть ладони помассировали. Головную часть и головной мозг помассировали. Таким образом растираем почки. Прямо так двумя пальцами можно. Прямо вот так вот помассировали мощно-мощно. Или насквозь. Насквозь. Вот так одну почку, вторую. Опять начинаем сердце. Но обычно мы привлекаем кого-то, кто рядом. Друг, если человеку плохо, кто-то рядом, какой-то человек. Мы привлекаем и говорим, берите другую руку, массируйте голову, сердце. Как бы тут же показываем всё. Ну кто-то откликается, кто-то боится, а кто-то откликается. У меня сегодня такое ощущение, что я сама с собой разговариваю. Не вижу чата. Так, ну что ж, мои хорошие. Кто-то помогал себе сейчас снимать боль. Пожалуйста, поделитесь, как зубная боль, как иммунитет при помощи Суджок. Увидела ещё вопрос, сейчас отвечу. Я вот, к сожалению, не вижу все вопросы. Вижу по одному. Какие у вас результаты? Кто сейчас снимал боль? Зубная боль, позвоночники, в коленном суставе. Какая ещё была боль в шее? Поделитесь, пожалуйста, на сколько процентов у вас снизилась боль? Вот та боль, которая у вас была, когда вы начинали массаж, это было 100%. Сейчас, насколько вы себе помогли. Конечно, в методе Суджоку это самые первые такие шаги. Действительно, можно тоже очень здорово помогать. Но есть лечение разной совершенно уровня. Есть также по проекциям, по меридианам, по энергетическим центрам, по чакрам. Я вам сказала, по спиральной системе с движениями или с алмазной системой. Есть лечение по одной точке, по трем точкам, по пяти уровням для самых первых. Но это мы, конечно, изучаем на более глубоких курсах. Я преподаю и своих пациентов обучаю. Точки пяток. А, шпора не сказала, да? Сейчас скажу. Значит, я вернусь, если у нас тот же рисунок есть. Значит, смотрите. Вот здесь у нас видны... Представим, средние пальцы это стопки, да? Ну ладно. Вы каждый на своей руке посмотрите, а я вам сейчас тоже нарисую. То есть обратите внимание, здесь вот не видно, но вот на той картинке, которая у вас была передней поверхностью, там у нас на каждой стопке и на... Ага, ну давайте, да, покажите, пожалуйста, Виталий. Покажите пальчики. Пальчики покажите. Вот, посмотрите, пальчики и пяточки, где расположены на ногах, на кисти, да? Большие пальцы, они на руках и на ногах, они на наружную сторону смотрят, на наружную сторону, от центра, вот центр тела, на наружную сторону смотрят. А пяточки сами, они находятся, вот посмотрите, они вот находятся, вот как они вот нарисованы. То есть они вот сюда вот пятка, одна пятка сюда находится, вторая пятка вот сюда, как бы ближе вот к центру тела, вот здесь пятки. Поэтому если искать прямо пяточные шпоры, то нужно вот в этих местах искать, где пяточки нарисованы, посмотрите, пожалуйста, на ногах также. Не забывайте ноги, стопы, потому что более острые проблемы состояния мы чаще воздействуем на руки, а на ноги, когда хронический состояние, тоже очень здорово. Ну просто если врач работает в кабинете, как бы не очень всегда удобно человека развивать, искать точки на ногах, мы работаем на руках. А дома вы можете прекрасно на ноги, если с Сарой проблема, вот так же найти на средних пальчиках пяточки, помассировать, наклеить туда семена, я сейчас скажу, и будет очень здорово. Так, я хочу посмотреть, я, наверное, не увидела, я, наверное, не увидела, наверное, не увидела, насколько процентно помогло, не помогло, вижу только одно, Тамара написала, благодарна вам, по имеющим у меня картинкам, не могла раньше разобраться. Ну да, вот поймите, это один раз, вот вы поймёте один раз и навсегда, и всё. И очень просто, массирую пока, ощущение, что кисть насквозь прокалываю, это говорит, что у меня проблемы с почками. Ну да, если вы смотрите зону почек, и они очень болезненны, то действительно нужно, вы знаете, сколько скрытых вот этих микробов, ну вот тема сейчас не та, я, конечно, специалист ещё по теме питания, нутрициологии, диетологии, гигиена, питания, ну вообще я эту тему очень сильно интересуюсь, и с весом, и тоже были проблемы, и с весом я очень здорово, так, сняла больше, и на 80%, поздравляем, да, Леонора, ура, я очень рада за вас, и всем остальным, это наглядно, вот. Вот, и, конечно, получается, что, ну, мы не можем только на точки воздействовать, нужное питание, образ жизни, всё, в общем, всё применять, конечно, вот. И получается, что вот эти вот всякие паразиты там говорят, всё, бог знает что, но... Ой, мысль потеряла. О чём я говорила, напомните мне. Отвлеклась. О паразитах, паразитах. Не, паразиты, а перед паразитами о чём? Почему я про них вспомнила-то? Про почки, а, ну да, про почки, вот, вспомнила, значит, не совсем ещё, всё потеряно. 61 год, тоже возраст хороший. Вот, о том, что у нас очень много скрытых проблем, и в то же время в почках, да, вот, они не видны вроде бы, ну, иногда панелы, ещё что-то, ну, вот, знаете, вроде как нет. Но когда вот я диагностики провожу, я однажды такую статистику, вот, книга у меня была такая, маленькая брошюра, но я статистику писала, но 30% людей, это точно, по моим данным, скрытые микробы в почках, а это по восточной медицине, это вместе и почки, и женская сфера, и мужская сфера. Почки, мочевые пузыри, это вот, ну, как общая энергия, холод относится, и поэтому на холод очень сильно реагируют. Вот женщины говорят, не сиди на холодном, а мужчины, наоборот, извините, да, говорят, это, ну, так уж органы расположены, что нужно, чтобы прохлада была, мужчина, а не ян больше, да, а женщина иень. Вот, то есть вот это любое охлаждение какое-то, то цистит, то почки там паныли, то ещё что-нибудь, вот, и вот эти вот микробы, они там спят, спят чуть-чуть-чуть, только ему где-то ослабился, они могут возобновиться. А так вот спят, и там действительно и паразитки, и грибки, вот очень много молочниц, и у женщин, и в кишечнике эти грибки всякие, и всё прочее, понимаете, очень много скрытых процессов. Поэтому если вы просто вот так вот взять и пройтись по своей ладони, так вот хорошо посидеть, помассировать, профилактически помассировать, это будет здорово, но если поискать такой вот диагноз себе поставить, и вы найдёте какие-то болезненные точки, их просто нужно промассировать, потому что это, ну, они вам вот говорят о том, что в органе есть такие скрытые проблемы, они сегодня не видны, а завтра они могут проявиться, а зачем вам это надо. Иммунитет. Ну, иммунитет, вот как представьте себе, точка иммунитета, её, наверное, одна не существует. Иммунная система, она же такая комплексная, это лимфатическая система, это костный мозг, это вилочка, железа, тимус. Здесь, конечно, нужен такой комплексный подход и глава врача. Но если иммунитет, он же вызывает, ну, как, не он вызывает, а какое-то определённое заболевание или обострение, оно снижает иммунитет. То есть, например, ну, хронический бронхит, ну, например, курильщика, или вот, как я сказала, например, почки, да, они чуть-чуть ноют, или когда-то переболели один раз, они очень такие хитрые, да, они потихонечку, микробы продолжают там жить, и потом вдруг раз, вторичный пилонефрит, сморщенная почка, опущенная какая-то почка, ещё что-нибудь такое. Вот, поэтому нужно брать комплекс, почему? Потому что, знаете, откуда-то очаг идёт, откуда идёт очаг, который снижает именно иммунитет, понимаете, это вот такой же комплексный подход. Если вы это сами сделаете себе, такой вот букет соберёте свой, тогда вы должны воздействовать на эти вот органы, которые снижают иммунитет, и на, ну, в основном, на рядом лежащие лимфатические узлы поискать их по системе соответствия, на вилочковую железу, ну, вот это как бы минимум такой, вот такой. А так прям, чтобы точка иммунитета была, но это как-то немножко, немножко не так. Так, ну что ж, давайте следуем дальше. Ой, мои хорошие, у меня всё время кончилось, да? Ну ладно, давайте мы быстренько пролистаем, что дальше. Если какие-то вопросы есть, вы их зададите, давайте попозже, чтобы я не отвлекалась. Давайте я сейчас то, что вам хотела рассказать, расскажу. Я увидела только, что 80% помогло боли в шее. Вот мне очень хотелось бы знать, вот, если это точка долголетия, мастерить, наверное, при снижении иммунитета надо. Но это китайская система, точки долголетия, да, они есть, хэггу и там, цусанли, как бы считается больше такими иммунными. Вот, но они также есть, у нас же такие же маленькие меридианы, такие же, они же есть. Это следующий этап изучения методов сурджок, шесть ки, шесть энергий. Вот, то есть там же мы тоже можем найти эти точки, проекции цусанли и хэггу, например. Вот, и тоже их массировать, да, это правильный вопрос, но это вот, к сожалению, другой уровень уже изучения. Я просто, ну, не могу всё это сказать. Так, здесь мы эту картинку видели, следуем дальше. Какие картинки, чтобы подсказка была. Это мы тоже видели позвоночник, это мы тоже видели, как действует. Вот семянная терапия. У нас отдельно есть книга, литературы очень много для врачей, для широкого круга. Есть семянная терапия, если вы когда-то её увидите, я вам очень рекомендую её иметь. Вот здесь только одна картинка, по подобию, например, как у нас можно на органы, какую семянную проекцию наклеивать. Ну, вот почка очень здорово, фасоль, да, похоже, по подобию, по похожести. Вот, каким образом? Мы также ищем болезненную точку, зону, которую мы хотим полечить. Прикладываем туда семя. Вот здесь нарисован такой маленький кусочек пластыря. Но вообще, если на палец мы так вот делаем вокруг, прям пластырь наклеим вот так вокруг. Ну, например, это нога, там, на колено, сустав, да. Если на ладонь, то мы такую хорошую поверхность берём пластырь, вот так наклеиваем. Хорошую поверхность, чтобы семечка была. Вот, и можно ещё тут же наклеили, и тут же эту зону помассировать. Ну, например, там вот на кишечник или на матку, например. Вот, и тут же прям под пластырем вот так помассировать и оставить на ночь. Семена, они такие очень наши хорошие, прекрасные помощники. Они живы очень долго. Если мы их не трогаем, представьте себе, семена пишут там 2 года, 5 лет могут лежать. А вот эти всякие раскопки там пишут, что и семена пшеницы находили, которые там вообще неизвестно сколько лежали, живые были. Вот, и вот эту силу схожести семя, кажется, она отдаёт нашему организму. Ну, представляете, вот, то есть семя, ну, представляете, там в асфальте где-то растёт, на крыше. То есть они так хотят жить эти семена. Им только благоприятное, как дождичек палило, солнышко посветило, и семечка раз, и асфальт там прорывает. Вообще такие чудеса бывают. И вот эту огромную силу, такой жажды жизни, эти семена отдают нам. Они помогают нам, лечат нас, когда мы их наклеиваем на системы соответствия. Ну, и вот здесь вот вам примеры, конечно, в записи лучше посмотреть. По похожести, семя колена на сердце похоже, пожалуйста, глаз, чёрный перец. Вот кто-то писал про глаза. Если это воспаление, чёрный перец, да. Потому что воспаление тёмным цветом улетается лучше. Вот, грецкий орех, мозг очень похож. Поэтому, вот, когда у меня свои проблемы были, я всегда оставляла себе грецкие орехи, три шарика оставляла. Вот, знаете, может, китайский метод такой. Ну, не буду сейчас показывать, отвлекаться. Тоже такие вот китайские шары, гладкие. Вот они их вот так катают, 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 там тренируют, да, в руках. Вот, ну, я взяла другие, у меня тут такой из нефлита шарик. Из нефлита, ну, а этот мой обычный. Вот, катают, вот эти вот мелкие движения, вот такие мелкие движения на кисти, очень здоровые. Вот также грецкие орехи. Вот я таким образом успокаивалась. Я ложилась спать и там пила снотворное, не могла никак уснуть. И я вот эти вот грецкие орехи брала, и в руках катала и засыпала. Вот, поджеложен железа, виноградная косточка похожа. Гречичное семя универсальное считается. Но сейчас гречку всю какую-то стали пропаривать, прожаривать, не знаю, что там с ним делать. Лучше зеленую гречку. Сейчас бывает зеленая гречка продается, она живая. Вот тогда ее лучше брать на лечение. Вот таким образом. То есть именно, если мы вот хотим какой-то курс провести, можно такой курс семянной терапии провести. И суджок мы метод применяем до результата. То есть вот, ну вдруг у вас боль там, ну вот зубная, да, там к стоматологу все равно нужно сходить, если там кариес уже, мы же не заклеим методом суджок. Вот. Или колено болит. Ну вдруг оно вот только начинало у вас болеть. У меня тоже такое было. Колено и плечо, и локоть. Я уж тоже много чего у меня было проблем. 19 диагнозов, а суставы отдельно было. Ну, то один, то второй. Бывало такое. Начинаешь заниматься, опять проходит. Все совсем проходит. Новые клетки нарождаются. Вот. И можно такой курс семянной терапии провести. Например, несколько ночей подряд поставить и поискать точки, поставить семена, наклеить на ночь. Сутки работает семя такое, на точке работает сутки. Потом оно просто мертвое. Оно не взойдет, если его посадить. Вот. Яблочки очень хорошие, семена. Конечно, мы используем это вот по похожести. Есть по цвету, по созреванию, по действию растения. Есть много таких подходов по семянной терапии. Поэтому очень мощный метод. Оставляйте семечки. Сейчас такой у нас сезон. Собирайте семечки. Боярышник будет. Виноградное, яблочко, груши. Цитрусовые, желтые. Ну, фасольки тоже несколько. Вот маш, горошки. Чечевица, кунжут, тмина, фенхель, горчица. Семена, вот какие у вас есть. Вы несколько пузыречков отдельных. Хорошо их сушите. Не на батарее, но так вот. Ну, хорошо их сушить, чтобы они живыми остались. И потом применяйте. Очень хороший метод в джоктерапии. Следующий, пожалуйста, слайд. Вот. И магниты есть. Вот здесь нарисован, например, можно так по ходу. Например, вот задают вопросы. Колено. Здесь локоть, например, на уровне... А, нет, здесь ближе к лучезапястному суставу. Ну, то есть, если рука, например, ну вдруг перелом был вот в этом участке руки, да, от лучезапястного сустава до локтя. Был какой-то вдруг перелом. И там ноет, например. Вот. Сюда можно вот так по протяженности поставить магнит. Конечно, это отдельно наука. Я просто вам этим рисунком и хотела показать, что это тоже есть метод из джок. И вот этот стрелочный магнит, здесь белый означает северный полюс, а желтый – юг. Вот. А направление энергии лечебного у нас идет от северного полюса к южному. Так же, как и семена. А если они такие вытянутые, то там тоже есть место крепления, место вытянутое. И получается, тоже идет такое направление энергии. Так же, как и веточка любая лечебная. Вот. То можно вот при варикозе, при таких вот болях поставить магнит. Мы смотрим это по ощущениям. Если человеку хорошо и лучше, значит, мы оставляем так. Если ему вдруг хуже, то есть ощущения такие, мы учим, что это такое, то меняем на противоположное. Есть такие вот магнитные звездочки, магнитные такие вот, ну, как таблеточки, их можно ставить тоже. Но это отдельно совершенно метод. Следующий слайд, пожалуйста. Когда нужно объяснять, как с этим работать. Ну, прекрасный метод. Даже если у вас вот нет никаких инструментов, но есть лечение цветом. Есть у нас, ну, вот это вот для врача суджок такие, с кружочками такая, самоклейка, да. Вот. Здесь нарисованы, например, так называемые энергетические точки или чакры. Проекции, они другие имеют точки. Ну, вот тоже можно по цвету наклеивать и таким образом воздействовать. Если у вас нет таких пластинок, кружочков, то вы можете цветную бумагу взять, потому что работает цвет. Или фломастерами. Очень часто можно работать фломастерами цветными, рисовать зоны точки, если знать, вот это из метода шестики. Следующий этап. Следующий слайд, пожалуйста. Вот здесь. Дальше будет вариант, например, ну, вот простуда, да, поднялась температура. Ну, считайте, что это защитная реакция, да, то есть это тоже иммунная система. Таким образом работает. И ниже 38,5, ну, 38 мы точно температуру не снижаем. Но если она вдруг зашкаливает, то мы можем вот таким образом ее снизить. Мы можем зарисовать, ну, вот по другой системе здесь нарисовано, ну, вот так вот, большой палец, обратите внимание, черная верхушка, покрасить черным фломастером верхушки. Тут здесь нарисованы все пальцы, потому что есть такая система, когда на каждом пальце, система насекомых, так называемых, тоже целый человечек на каждом пальце. И можно вот так пальцы закрасить черным цветом и полечить. И здесь вы видите пальцы, там нарисованы, ну, так вот я вам скажу, просто вы, ну, просто имейте в виду, что это возможно в методе суджок. Нарисовать тоже черным цветом, здесь будет меридиан толгого, кишечникового, то есть как бы тепла. Мы тормозим тепло, повышенную температуру. Следующий слайд. Это тоже все в методе суджок. Мы таким образом лечим. Или магнит можем поставить. И вот здесь простуда тоже. То есть вот проекции легких. Мы можем такие вот пластиночки горчичников порезать, обходя зону сердца, так же, как в человеческом теле. Или поставить на проекцию, как бы на спинку, да, как горчичники. И вот такие два лепестка горчичника поставить. Есть ли у человека кашель, есть ли у него гортань, бронхит, трохиит. Вот таким образом поставить. Или перцовый пластырь, следующий слайд. Перцовый пластырь наклеить, его можно дольше держать. А горчичники держим так же, как вот обычно на теле, минут 10-15, как терпимо. Это тоже по дыхательной системе. Здесь можно такой вот, ну здесь нарисованы такие моксочки дымящиеся, да, то есть полонные сигарки. Мы вставляем чесночок. Чесночок разрядаем поперечно, да. И вот в этой там сердцевинка такая, можно поставить прямо вот такие наши, у нас есть маленькие полонные сигарки, моксочки. Прогреть таким образом тоже зону легких. И чтобы вышел кашель, вот здесь показано вот массажером вот этим, да, вот так вот на выход. Мы хотим мокроту, чтобы она выходила из легких, да, мы как бы на выход, вот туда в гортань. И вот пальцами мастерить, вот так на выход, в такой направлении, вот таким образом, таким образом. Вот понимаете? Следующий слайд. Таким образом мы выгоняем мокроту, помогаем. Вот здесь нарисованы почки и фасолинки, как можно наклеить прямо на зону почек фасолинки. Но здесь, конечно, тоже тонкость есть, смотря какая проблема в почках, острая или хроническая, потому что есть черная фасоль, красная фасоль, белая фасоль. Вот, если острое состояние, то можно черную фасоль, а если хроническая, то можно белую. Так, и здесь нарисована такая вот, тоже есть такие сигары полы, когда можно прогревать почки. Или вот такой сигарой, клюющим методом таким вот, как бы прислоняющимся, чтобы не обжечь. Или такие на подставчиках маленькие моксочки ставятся, прогревают почки. Следующий слайд. Вот таким образом. Так, ну вот вам похвалюсь чуть-чуть. Поскольку я вот с своими проблемами справлялась и справляюсь, я просто сегодня, ну вот думаю, дай-ка я посмотрю, сколько у меня чего есть. Вот у меня дома 24 массажера, да? Массажеры разные, я вам чуть-чуть показала. Вот они у меня самые разные, там насыпаны. Я, конечно, все не буду вам доставать. Но вот они самые разные. Есть большие, есть под ноги, есть для рук, есть суджок, есть кистевые. Вот это вот кистевой такой, да? Вот это вот большое-большое кольцо у нас на ладонь надевать, тоже можно массировать. Вот, есть деревянные, есть валики. Вот этот вот очень нравится массажер для кистей. Ну, это вот под руками, чтобы я вам могла показать. Вот такой валик, да, и можно тоже массировать очень здорово. И тело, и пасуджок. 24 массажёра. Других приспособлений у меня 12. Туда входят всякие эспандеры, халахуп, там, прыгалки. Ну, в общем, 12 не буду приседать. Приборы в аппаратах диагностических и лечебных у меня 8. И вот с чем я работаю? Вот эти вот методы, которые я написала здесь с клиентами и для себя, чаще всего применяю вот такие методы лечения. Массажи с массажёрами или без массажёров, с палочками или ногтями. Гимнастику, твист. Гимнастику я делаю каждый день, потому что она занимает там 2 минутки. Твист терапию при меня, и когда что-то болит, я знаю, каким образом, как скрутиться и как себе помочь. Тайдзи у нас своя, то есть вот в Китае есть такая тайдзи, у нас она своя. Даже вот её назвали сам Монгонг и другая гимнастик сам Монгонг. Ну, пусть вас не пугает название, всё-таки Корея Китай, да. Ну, вот дело тонкое. Всё у нас с улыбкой, потому что есть улыбка-медитация, целое отдельное направление. Магниты, семяны, вот лечение по три начали, системы три начали, по шестейки, вот я вам рассказала, цвет, энергия, направление энергии, есть такой цвет. Вот улыбка-медитация отдельно такая штука хорошая. У нас есть метод фуншуй, у нас есть воздействие на хронопунктуру, то есть время, по шкале времени, если вдруг что-то случилось в определённое время. Ну, вот, например, сегодня был вопрос, там инсульт вдруг, или сердечный приступ какой-то был. И вдруг у человека после этого началось заболевание, да, вот, ну, бывает такое, гипертония. Ну, вдруг похоронили кого-то, стресс какой-то сильный. Раз у человека впервые скакнуло вот это вот давление, потом появилась гипертоническая болезнь, когда стойка уже давления. И вот мы раскручиваем по шкале времени, выходим на это время, какие там были энергии. У нас, собственно, каждый час, каждый, ну, даже до пяти минут мы выходим на время. Вот, день, месяц, год имеет свои энергии. И вот мы всё это умеем просчитывать, всё это споставлять. Поэтому здесь есть у нас астрология, нумерология, вот эти вот просчёты по дате рождения. Мы тоже просчитываем, какие энергии у человека по дате рождения. Причём рекомендуется знать не только время рождения часы, но и, вернее, дни, но и это вот в Корее так. Они обязательно рекомендуют родителям запоминать, когда у них дети родились, какое время, часы, минуты. Вот, например, дочка у меня родилась в 10-20, да, в 10-20 утра. Да, я вот это запомнила. Вот, а сын полпятого утра. Вот, это потому что вот когда работает врач, чем точнее мы выходим вот на это время, мы сопоставляем, когда случилось, когда у человека что-то произошло, и когда он родился, какие энергии были, и что на него будет влиять потом в течение жизни. Вот, это, конечно, не всё, потому что на нас влияет социум, на нас там своя обстановка обучения, самовоспитание или там какое-то воспитание. Но всё-таки 25% того, что вот у нас на роду написано, это можно вот сказать как наследственность тоже сюда, да. Ну, вот там более тонкие вещи, которые мы не можем измерить, там, карма или ещё что-нибудь, то, что передаётся от каких-то предков. Вот, бывают болезни, которые передаются только по женской линии или по мужской линии. Вот, и это вот всё записано в карте рождения. И вот это вот тоже есть в методе Суджок. Тоже есть пространство энергии, вот как бы как феншуй, да. Вот, очень важно знать, как спать в той или комнате спишь, как дом строить, если кто-то строит, как вообще в своей квартире, если мы не можем её поменять, как вообще, кому, членам семьи, где, как найти своё место, свой угол, рабочий стол, место спать, есть, ну, заниматься там чем-то, да, отдыхать. Вот, это всё вот тоже в методе Суджок это есть. Вот, и М-частицы, М-частицы, это такие вот мельчайшие частицы. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, когда мы к ним можем обращаться в медитации. Да, ну, вот здесь картинку, посмотрите, просто примеры, как можно массировать, чем можно массировать ещё стопы, кисти, иметь дома. Вот то, что я вам сказала, у меня тоже вот эти вот всякие тапочки, есть магнитные и массажные, много чего. Вот, и вот с этими М-частицами мы работаем как бы в медитации вместе с улыбкой. Мы таким образом, каждый врач Суджок, когда вот на боли, когда вы только первые знания имеете Суджок, вы, может быть, ещё сложно не имеете этих знаний, но я вот, когда работаю с пациентом, даю консультации, я обучаю. Мы обязательно, даже на первой консультации делаем эту медитацию, улыбку. Для него самое нужно, чтобы он поняла, как это делается. Их есть разные варианты, мы применяем техники с дыханием, то есть четыре варианта. Если обычно говорят нам вдох, выдох, вдох, выдох, у нас это дыхательный цикл имеет четыре фазы, вот, и четыре варианта работы с дыханием. Четыре, то есть как мы работаем, на вдохе или на выдохе, как, ну, то есть четыре варианта. Вот, это вот с М-частицами. И врач, работающий даже по системе соответствия, он обязательно работает вот с этими вот М-частицами, с Творцом, с улыбкой, в определенном состоянии сознания, ну, так сказать, транса или медитации. Следующий слайд, пожалуйста. Вот это вот такие прекрасные М-частицы. Следующий слайд, пожалуйста. Так, ну вот, совсем коротко. Так, ну я всё, я не знаю, коротко, не коротко, моё время давно-давно кончилось. Я должна просто спросить у организаторов, если у меня есть ещё 10 минут, значит, я буду заканчивать. Да, хорошо. А то я что-то увлеклась. Спасибо огромное, кто у нас остался. Ну, наверное, кто не выдержал, я вас отпускаю с чистой душой. Вы можете посмотреть записи, благодарность организаторам, что они эту запись делают, и вы можете посмотреть её. И основной вот этот закон, я буквально два слова, вот три начали. То есть есть такое понятие, вот это инь-ян, то есть если слышали, ну вот на Западе так говорят, чёрное, белое, там, добро, зло. И как бы промежуточных вроде не допускают. Где ты с нами или против нас, да, вот кто там в политике говорит. Закон единственной большой борьбы противоположности. И так говорят. Или, или, ну вот это вот, ну просто вот, когда вот изучаешь, вот метод Суджок уже изучил, и это уже образ жизни, это уже вот, ну, впиталось в кровь и во всё прочее. И тогда понимаешь, что это как-то, ну, неправильно. Потому что, ну, представьте, что вот, ну, спорят два человека, а третье, он не может ни одну сторону принять, ни вторую. А он как бы нейтрален, он имеет своё мнение, да. И что он не имеет права иметь своё мнение? Потому что каждый видит свою правду, да. Она, правда у одного человека одна, потому что у него такой социум, у него такие привычки, у него такие примеры жизненные, он такие книги читал, смотрел, он знает, что вот это вот так. А другой говорит, да ты что, да это ж наоборот. Вот, и вот начинает какой-то спор, и вот получается инь-ян, то есть когда две составляющие. Вот, ну, вот это вот, когда говорят, что в балансе должно быть инь-ян, там, или какой-то баланс, равновесие, должно быть в балансе. Но это не признаётся как третьей силой. А в методе Суджок это признаётся совершенно отдельной, и причём она более полная, вот эта третья сила, она называется у нас нейтра, да, ну, не буду вам голову забивать, то есть она гармонизирующая, она отдельная совершенно такая составляющая, и она более сильная, чем инь-ян, то есть она, у нас это называется гомогетера, но не буду тоже вот сильно останавливаться, вот. Она мерящая, она гармонизирующая, уравновешивающая. Когда вот эти анекдоты про мудрецов, да, мудрец послушал одного и сказал, ты прав, и ты прав, а третий послушал говорит, и ты прав, вот об этом, понимаете. Вот, и вот говорят, такая золотая середина, середина, или ещё как компромисс, ещё что-то там. Такие вот выражения, когда говорят, это вот и есть о том, что эта сила, она более равнозначно, более уравновешенная. Даже если брать грубо какие-то там войны, когда две страны воюют, одна говорит, я прав, у меня там нужна территория, другие отвоёвывают свою территорию, вот такое. И в конце концов, чаще всего заканчивается чем? Старлом переговоров, а нужно бы, ну, желательно начинать с этого. Понимаете? Потому что всё равно потом там смерти, там смерти. И всё равно потом или мировые силы призывают, да, думайтесь, наконец, садись за стол переговоров, даже кого-то вынуждает вот какие-то золотые середины искать, чтобы, ну, сохранить жизнь, сохранить территорию, сохранить, ну, оптимально то, что возможно. Вот, понимаете? Поэтому и в жизни вот этот профессор Пак назвал её три вначале, то есть как бы три составляющие. Потом он нашёл четвёртую составляющую в своём развитии, вот в этих годах, которые здесь написаны, 90-е годы. Вот, и четвёртая составляющая – это творец, это источник, это, вот говорят там, абсолют, это, ну, то есть суть всего, суть. То есть вот когда мы можем сколько угодно спорить, и у нас может быть, ну, спорить или, как говорят, право-неправо, но есть взгляд со стороны, как говорится, творца и общей пользы, да. Если мы думаем что-то одно, то со стороны там планеты, вселенной, творца, как это всё было задумано, оно может смотреться иначе. И поэтому вот эта четвёртая составляющая, которая вот и руководит нами, говорят же, вот не упадёт волос с головы человека, да, без его ведома. Всё, что мы получаем, какое-то следствие, всё имеет какую-то причину. Вот эта вот причина – это всё под контролем творца высших сил, разума, совести, вот этого высшего, который кого-то поощряет, кому-то даёт урок или для кого-то кажется наказанием или какие-то там ещё что-то такое, ошибки. Ну, вот это вот всё, вот четыре составляющих. Вот я вас призываю в это вот немножко вникнуть. У меня такие вебинары были отдельные по треначалью. Следующий слайд, пожалуйста. Если будет желание на площадке, как-то мы с вами подружимся, если будет желание в развитии, значит, мы будем дальше глубже изучать метод. Ну, четыре слона – это моя прям такая шутка, потому что вот исходя из этого закона «три начали» четыре составляющих, каждая структура, каждая единица всего сущего в мире, что есть, изначально есть не две составляющих, а минимум четыре. И вот здоровье человека, оно состоит из четырёх. Тело физическое. Здесь я, ну, просто вот на какой аббревиатуру, ну, мне так захотелось. Здесь цвета разные, слон, да, четыре слона. Четыре составляющих в здоровье человека, четыре составляющих. Может быть, они здесь не по очереди написаны, но вот, смотрите, физическое тело, органы, о, здесь написано, да, разум, мы никуда его не денем, да, вот, жизненная энергия, и сюда относятся наши энергетические пути все, и вообще жизнь сама, да, вот, и душа, спирт, дух, слава, душа. Вот, то есть вот эти вот все составляющие, следующий слайд, они должны учитываться при любом подходе, когда мы хотим человеку помочь со здоровьем. Мы не можем отвергнуть физическое тело, сколько бы мы не занимались там какими-то духовными практиками. Если просто представьте, вот, сесть в медитации, сидеть, 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 да ещё в позе лодца. Неужели не затекут ноги физическое тело, да? Это нужно как уметь владеть телом, чтобы вот, ну, никакие там, ничего не пережалось. Даже так. Вот, то есть физическое тело обязательно, разум обязательно, есть очень многие перекосы, когда говорят, ум, разум выбросить, всё выбросить, живём душой, только душой. Душа должна быть, но и разум должен быть, иначе мы даже не смогли бы вам войти в эту комнату, нажать кнопочки, не знали бы буковки. Это всё вот разума, там же эмоции, всё прочее. Ну, вот здесь пример, что, когда говорят, многие методы, мы работаем на уровне клеток, там, очищаем на уровне клеток, мы там восстанавливаем на уровне клеток, а вот метод сужок работает на уровне частиц, вот этих М-частиц, которые мельче вот этих элементарных частиц, которые здесь представлены, электрон, протон, нейтрон, нейтрино. Понимаете? Вот эти частички, которые вот говорят, Чи, Ки, Прана, Ци, по-китайски, по-корейски, как угодно, То, что вот мы вдыхаем, говорят, прану вдыхаем, вот попробуйте, измерите, есть там атомы молекулы, вот эти вот лечебные частицы, они меньше вот этих элементарных частиц. На этом уровне работает метод Суджок. И здесь вот такая расшифровка внизу, ну такой с фотографией, прямо с книги я взяла, не сделала. Эмоции, рассудок, сознание, духовная энергия – это состояние разума, классификация разума. Эмоции входят в состояние разума, сознание. Сознание, вот как говорят, сознание и разум, мы тоже никуда не денем. Поэтому никакой ум мы ничего не можем отбросить. Если мы медитируем, значит, мы просто активируем душу, то есть активируем душу, вот в этом состоянии мы можем контактировать с какими-то составляющими, которые мы в обычном состоянии, пробуждённом состоянии сознания, не пробуждённом, а в обычном активностное сознание мы их не замечаем. Но ум мы никуда не выбросим. Он просто неактивный в это время. Следующий слайд, пожалуйста. Так, ну и вот прямо два слова про классификацию жизни. Вот, например, это тоже в Суджоку очень много. Вот очень много. Я тоже, у меня второе высшее образование – психология. Но для того, чтобы можно было работать нормально с дипломом, я получила второе высшее образование. В методе Суджоку очень много и эзотерики, и психологии. Ну вот я ищу такое образование. И вот, например, жизнь. Очень много сейчас вебинаров проходит, когда вот духовной жизнью занимаемся, всякими техниками, там, с деньгами, с любимыми, с отношениями, привлечь, отвлечь, приворожить, отворожить, да. Вот, техники всякие. Это тоже всё есть в методе Суджок. Всё это отдельно, любую составляющую можно брать и с человеком работать. Вот когда я работаю с человеком, там всё у него идёт. Ну, то есть первая самая диагностика, она даёт представление, что же у человека за клубок проблем. И акцент на это делаем. Ну, например, вот жизнь, да. Есть человеческая жизнь, личная, ну, личная, вот, ну, личная жизнь, да, не буду расшифровывать, а то запутаю вас. А есть семейная, то есть человек любой, вот, имея жизнь, он имеет как минимум вот эти четыре составляющих, вот по триначалью, да. Личная обязательно, его должно быть. Личное пространство, уголок, да, должен быть обязательно. Семейная жизнь обязательно должна быть, потому что это, ну, в таком жизни. Семья, дети, родители, родственники. Вот. Есть духовная жизнь, это вот вопросы веры, религии, Творца, Вселенная, вот это вот. И социально-общественная жизнь. Вот самое значимое здесь, вот, это вот социально-общественная жизнь. Представьте, чтобы мы были без общества. Вот говорят, жить в обществе, оторванном от общества быть никак нельзя. Вот. Поэтому никак это не отбросим. Даже если человек говорит, я не хочу работать там на дядю, я хочу работать на себя. На себя он хочет работать, а чем он пользуется? Он пользуется компьютером, который сделал ему дядя. Он несет отчеты в налоговую, которые тоже там дядя. Он берет деньги в банке, там тоже какой-то дядя. То есть мы от общества совершенно никак не можем быть оторваны. Поэтому мы, чем бы мы ни занимались, у нас основной идет акцент на взаимодействии с обществом. И отношения должны быть такие вот именно, ну, как бы здесь эта же составляющая гармонизирующая, и это самая важная человеческая жизнь составляющая. То есть вот предназначение там. Он не может сказать, я родился для того, чтобы только любить себя. Мне семья не нужна, кто-то там отшельник уходит. Вот в индийских странах такое есть. Он пошел душой заниматься, он бросил семью детей. Пошел заниматься душой куда-то там в горы медитировать. А семье от него хорошо или нет от того, что он ушел. Вот поэтому все, вот это вот всегда в куче. Вот такая вот составляющая жизни. Следующий слайд, пожалуйста. Я вам хотела подчеркнуть о том, что мы никак не можем, следующий слайд, не можем оторваться от... У нас время уже там. Ну все, да. Давайте тогда следующий. Давайте пропустим, потому что это уже все. Вот суджок, любовь и улыбка. Следующий. Так, все, это просто отзывы, которые мне, ну буквально вот на днях написали после моих консультаций. Вот, ну всегда ах, и всегда очень большая благодарность. Я очень благодарна всем людям, которые обращаются, которые хотят что-то новое узнать, хотят комплексно подойти к себе. Вы их прочитаете потом, следующий слайд, если захотите. Но это тоже отзывы такие. Вот, я очень благодарна людям. И сейчас совершенно два слова я расскажу, потому что у нас начинаются праздники, которые учредил профессор Пак Дживо. Их четыре в году, вот в эти переходные времена. Сейчас идет время осеннего равноденствия, такое же есть весеннее, летнее и зимнее солнцестояние. Это очень энергетически богатые дни. И в эти дни нужно больше заниматься, ну вот как бы собой и медитировать больше. Больше, к сожалению, не могу ничего сказать. Здесь нарисованы картинки органов, которые улыбаются. Легкие сердца, все прочее. Суджок, масса литературы. Здесь представлена, может, там какие-то седьмая часть или восьмая, всего, что есть в Суджок. Огромная наука. Следующий слайд. Ну вот, такое предложение у меня к вам сегодня. Если есть такие женщины, даже вот никогда спрашивать, вы все-таки напишите, я все-таки посмотрю. Есть ли люди, которые хотят сохранить свой вес? Не обязательно стройнеть или худеть, такое слово применяют. Потому что наступает момент, у женщин особенно, когда какие-то климаксы. Вот бывают ранние климаксы. Мне, например, ставили ранний климакс 37 лет. Потом, слава богу, я восстановилась. Вот эти вот перепады, когда кормление грудью или рождение детей, климаксы у мужчин тоже бывают климаксы. И человек вдруг начинает полнеть. Вот, чтобы вот подстелить соломку, знать какие-то методы, как с собой справиться, вот я очень здорово могу в этом помочь. У меня тоже были такие перепады. Вот, и в одну сторону, и в другую. Я не скажу, что я прямо страдала каким-то ожирением, но я и как врач еще имею такие знания, могу очень здорово вам помочь. Поэтому сегодня такое предложение, я вам все-таки даю его. Так, водный режим с холодной водой связан. Холодная вода идет тем, кому жарко, а кто мерзнет, тому идет теплая и горячая вода. Вот, и поэтому, ну вот посмотрите, конечно, я не, не, все не буду читать. Конечно, консультация тоже вам предлагается индивидуальная. Два продукта у меня сегодня по весу и вот по консультации. Если у вас есть такой настрой, вот вы немножко со мной познакомились. Да, я постаралась, насколько можно, даже вот время заняла ваше лишнее. Ну, так уж, я такая птица говорила, хочется много сказать, поделиться. Вот, и кому нужно, кто уже пробовал, у кого не получилось, или здоровье не получилось, или кожа повисла, или кто еще не поправился, ну вот оно есть, там 2-3 килограмма, не нужно запускать. Вот это по весу, а по консультации. Конечно, у меня в основном вот обращаются такие вот очищение организма, суставы, позвоночник, лишний вес, вот желудочно-кишечный тракт, эмоциональные какие-то расстройства. Вот, и вы, пожалуйста, вот с этими темами, ну, запросто ко мне можете обращаться на индивидуальную консультацию. Вам сейчас дадут ссылочки. Вот, вы посмотрите еще их, почитайте повнимательнее, продумайте, может быть, кому-то надо ночь переспать, а кто-то привык сразу решение принимать. Вот, и вы можете заказать. У меня сегодня скидки хорошие. Если вы хотите, я приглашаю вас в следующий слайд на свою консультацию, и мы с вами разберем, это тоже отзывы, вы можете пропустить, разные люди обращаются, молодые, пожилые. Вот, мы обязательно проведем улыбку медитации. Индивидуально, конечно, вот все уровни здоровья, я здесь написала вам, тело, разум, жизнь, энергия, душа, это без лекарств. Это, конечно, энергетика, это иммунитет, это, конечно, ну, такая вот привлекательность, действительно, улыбчивость, потому что я этому тоже обучаюсь. Если какие-то у вас возникают вдруг проблемки, вы сможете с ними справиться, я еще помогу. Вот, или не допустить, или справиться. И сегодня вот такая стоимость консультации мне по акции 2000 рублей одна. У вас есть предложение, вот, на одну, две, три, четыре консультации выбор. Ну, конечно, это зависит от вас, как вы хотите. Сразу оптом четыре консультации. Они могут быть, например, через три дня, а могут быть через две недели, а может быть и через месяц. Это мы вместе с вами решаем, насколько кому нужно. А кому-то нужно одну консультацию пока посмотреть, поближе познакомиться, состроить свой жизненный план, подработать все, и тогда уже решать, как дальше докупать следующую консультацию. Следующий слайд, пожалуйста. У вас сегодня 50-процентная скидка. Ну, вот, снижение веса с методом Суджок, это вот здесь акцент на очищении, на снижении веса. И все, что вот есть в методе Суджок, и улыбка-медитация, и вес терапия, и гимнастики, и питание, и водный режим, и все прочее. Этот тренинг, он будет проходить 21 день и вживую, и записи будут даны, и подарки. Я щедрый человек, я дерюсь. И потом я обязательно смотрю индивидуально, каждому, там будет потом сейчас подарок, каждому вот этому человеку, который приобрел вот этот курс, будет подарок еще индивидуальной консультации, когда вот вы уже поработали, и уже индивидуально подработать, что нужно. Вот, сейчас я не обозначаю даты, это будет в ноябре, в середине ноября. Вот, и вы можете оплатить, за вами закрепится цена. Конечно, осень такое интересное время, мы не знаем, какой у нас будет доллар и евро, много пациентов на консультации идут со всех стран мира. Вот, и не знаем, какой будет курс, как оно там с ценами. Вы можете закрепить вот эту цену и остаться на ней. Вот, это будет вебинар один-два раза в неделю, теория и практика, ответы на все ваши вопросы. Будут и для домашних заданий, с коррекцией с моей, списыванием в скайпе. У нас есть такая скайп-чат-группа, я сейчас ее активизировала, я ее создала весной, но вот активизировала сейчас, и все больше людей туда попадает, особенно те, которые приобретают мои какие-то продукты. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, и я вас просто приглашаю, не дожидаться, пока будет какой-то лишний вес, вы знаете, как это, ну, ожирение – это болезнь. Когда это началось уже, оно идет и идет, идет, идет. Я не даю каких-то там пустых обещаний, я не очень много знаю таких людей, людей, которые быстро похудели, у которых не повисла кожа. Это определенный труд. Я никуда никого не гоню, не тороплю излишне как-то. 2-5 килограмм в месяц – это нормально, и это гарантийно. Если человек начинает заниматься, мы все согласуем, и все это здорово. Практика, занятия, вопросы, видео, подарки и все прочее. Вот сейчас этот курс, он 8 тысяч рублей стоит, но я тоже даю вам скидочку. На вебинарах, ну, такая договоренность у нас с организаторами, чтобы те, кто присутствует, ну, чем-то надо вас наградить. Следующий слайд. Вот, пожалуйста, мы делаем скидочки такие, 50%. Вот, я уже сказала, что это будет каждому комплексная диагностика и каждому индивидуальная консультация. На консультации тоже первая такая диагностика, она бесплатная. Ну, там, первые 20 минут, чтобы определиться, на что же человеку. Конечно, он приходит на одну консультацию, с одной основной какой-то проблемой, но все равно для врача это должен быть букет. Ну, и как-то с этим, ой, летом остался у меня призыв, да, ну, вот осень уже. Сейчас хороший сезон, питание, фрукты, овощи еще такое. Очень здорово сейчас с собой заниматься. Конечно, в записи он будет дороже, поэтому вам вот такая вот цена, я считаю, что очень доступная. Следующий слайд, пожалуйста. Все. До встречи. Да, я на полчаса задержалась немножко. Ну, вот от организатора, если какие-то прям вот злободневные вопросы есть, то можете задать один какой-то вопрос. Прямо кто первый успеет, какой увидим, и мы с вами уже будем прощаться. Я приглашаю вас на консультацию, предлагаю вам курс по стройнению, или не допустить, если есть избыточный вес, то, конечно, справиться с ним. Я жду, если есть первый вопрос, какой я вижу. Сейчас я пока вижу Ирины Ромарь, два плюсика. Больше не вижу. Нет, это время уже совсем вышло, уже мы не можем дальше. У нас просто скоро отключится, это расставится. Ага, ну все, тогда. Тогда все. Тогда я просто не вижу, да, что не вижу. Сочат интересные встречи. Хотелось продолжить знакомство, если получишь. Спасибо огромное. Ну, спасибо, Галина, огромное вам тоже. Мне очень важно вот ваши отзывы. Спасибо, что пригласили. Все, мы нормально сегодня поработали. И я с вами прощаюсь. До новых встреч. До свидания. Связывайтесь с организаторами, и мы можем с вами дальше дружить. До свидания. Итак, ну, мы поблагодарим замечательного нашего спикера за то, что она провела такое большое выступление для нас. Очень много рассказала информации, в принципе, на все вопросы открыто отвечала. И я сейчас, мы уже, к сожалению, задержали, ну, почти на 40 минут. Вот, и поэтому я сейчас вам в таком немножко ускоренном режиме покажу, что нужно делать для того, чтобы заказать курсы. Я сейчас расскажу, что, что будет, что там будет в курсе входить. Значит, смотрите, Галина Утонисова спрашивает. Вы нажимаете на кнопку, и мы там сейчас вместе с вами все это увидим. Значит, на страницу мы переходим вот к Вере. Вера Завершенская. И здесь все очень подробно написано. Но здесь я уже не буду все это читать. Это именно информация о ней. И я думаю, что вы здесь сами это все можете внимательно посмотреть. Теперь, значит, смотрите. Курс снижения веса методом Суджок за месяц. Этот тренинг будет проходить в 21-м день. И вот сегодня он стоит 4 тысячи рублей. Он будет проходить в онлайн-формате. Значит, и сюда вы получаете бонус. Комплексная диагностика проблем по здоровью. И сюда же входит индивидуальная консультация. То есть личная онлайн-консультация. Если вы закажете этот тренинг вот сейчас. Значит, теперь дальше. Ну, описание вы тоже прочитаете. Ну, по названию, в принципе, все понятно. Но в любом случае здесь комплексно будет все. Тренинг длинный. Вот. Теперь, если вы хотите решить какую-то конкретную вашу проблему, и вам понравилось, как спикер сейчас, вот, Вера Завершенская, как она преподносит информацию, и вы почувствовали, что она опытный человек, то вы можете обратиться к ней именно за индивидуальной консультацией. Здесь, я думаю, что это очень выгодное сейчас предложение, потому что тут вы просто, вот видите, полтора часа будете работать конкретно с вашей проблемой. И сейчас цены почти в половину дешевле. У нас одна консультация стоит 2 тысячи рублей всего лишь. Если две консультации заказывать, то три с половиной. Вот. Ну, и дальше уже, если три встречи, то пять, и четыре, то шесть. То есть, чем больше консультаций, тем дешевле получается. Вот. Но я думаю, что имеет смысл вам заказать, вот, начиная от двух консультаций, то есть, если вы хотите что-то решить, то есть, вы уже заказываете, когда там хотят минимум две консультации, вы связываетесь, и вы уже прямо в онлайн-режиме напрямую только один на один общаетесь и решаете ваши проблемы. Вот. Поэтому я думаю, что здесь предложение очень интересно. Вот на этих страницах вы ищите эту информацию, вот нажимаете, например, кнопку «Заказать», дальше вы вводите имя, вводите электронный адрес, вводите телефон, нажимаете снова «Заказать», выбираете любой удобный способ оплаты, и все, в принципе, консультация, но уже может состояться по договоренности. А вот тренинг, вот, насколько я понял, он будет живой, он будет проходить в ноябре. Значит, ну и что я хочу вам сказать? Вам спасибо большое за то, что вы, да, действительно, вот Ирина написала, что она благодарит Веру, очень большой биомоинформации, и ценная, и интересная. Значит, вам спасибо большое за то, что вы присутствовали. Вот. Мы, конечно, будем вас радовать периодически какими-то отдельными вебинарами. Наш марафон, он завершается уже сегодня. Но отдельные вебинары мы будем еще проводить. Например, на следующей неделе мы хотим очень пригласить вас прямо на тренинг, бесплатно, на тренинг, на первое занятие тренинга Михаила Швец, который стартует в понедельник. Я думаю, что те, кому будет интересно, мы им пришлем доступ на первое занятие, бесплатно, не нужно ничего бесплатить, и вы туда придете и посмотрите, если вы, например, ни разу ничего не покупали еще никогда, то вы посмотрите, как проходит уже платная часть тренинга. Вот. И Михаил Швец разрешил на первое занятие гостей взять, там группа уже набрана, уже люди будут заниматься, вот, и вот такая у нас есть возможность. И дальше уже, ну, следите за рассылками, они сейчас, конечно, будут намного реже, потому что наш марафон завершился, но в любом случае мы будем очень стараться для вас на этот раз выбирать очень хороших спикеров и планировать их выступления, ну, задолго заранее. Вот. Поэтому еще раз вам спасибо большое, и завтра вам придут повторы лучших вебинаров всей конференции, и они будут доступны аж до понедельника. Это у нас получается аж до понедельника, сейчас я вам скажу число. Так, это у нас будет 21 до 21 числа. Поэтому спокойной вам ночи, смотрите в записи, предложение веры завершенская у нас будет открыто, оно доступно, вы можете им пользоваться. и завтра ждите записи лучших вебинаров всей конференции. Все, спокойной ночи и до следующих встреч.